У Африканской церкви сформировался свой специфический духовный уклад, определившийся еще со времен ее великого основателя Тертулиана. Корни этой церкви уходят не в города эллинизированного Востока, но в почву, удобренную религиями Карфагена и Нумидии, получившими распространение среди берберских земледельцев. А человечные божества Олимпа никогда не пользовались популярностью в Африке. Местные традиции шли от богов, обитавших далеко в горах и на возвышенных местах. Им поклонялись через первобытные и восторженные обряды. Считается, что карфагеняне приносили в жертву детей. Непримиримый, страстный характер африканского христианства, вызревавшего на таком фоне, в полной мере отразился в характере самого Августина. Он реагировал на те же умственные импульсы и ощущал необходимость в противостоянии злу, скрывавшемуся в себе самом. Один из ответов лежал на поверхности и пользовался всеобщей поддержкой. В Африке наблюдалось весьма мощное влечение к стойкому дуализму манихейства. На протяжении почти десяти лет Августин принадлежал к секте манихеев. Характерно, что позже он с большим неистовством реагировал на критику своих ошибок. В юности и до ухода в манихейство обучение Августина велось прицелом на общественную карьеру в Западной империи. Ему преподавали исключительно на латыни. Августин мог говорить только на латыни, а греческий язык ему не поддался. И очень выборочно. Он приобрел прекрасные навыки в ораторском искусстве, и именно в краснобайстве Августину не было равных. А вот что касается научных представлений, тут проявилось его полное бессилие. Августин занялся самообразованием и прочел множество книг. Первым большим шагом вперед для него стало открытие трудов Цицерона. Можно предположить, что он впервые познакомился, пусть поверхностно, с классической греко-римской традицией. Светская карьера Августина закончилась в Милане, куда он переехал преподавать ораторское искусство. В 387 году его крестил как католика сам Амвросий Медиоландский. В то время Амвросий пользовался авторитетом, признанным практически на всей территории империи, хотя служил всего лишь в одном из ее самых важных городов. Итоги наблюдения Августином за отношениями между религией и светской властью утвердили его во взглядах, отличающихся от воззрений греческих церковников, которые утверждали соединение светской и религиозной власти в императоре, который принадлежал их вероисповеданию. Потом Августин вернулся в Африку, где сначала жил монахом в Гиппонском соборе, а позже без большой охоты стал его епископом. Там он оставался до своей смерти в 430 году, укрепляя положение католицизма, противостоящего донатизму и почти, между прочим, благодаря обширной переписке и огромному литературному творчеству, став главенствующим деятелем Западной Церкви. Августин больше всего прославился нападками на донатистов и пелагианов. В отношении к первым на самом деле имелся политический подтекст. Какая из двух соперничавших церквей должна была взять верх над Римской Африкой, вторые вызывали более широкие проблемы. Они могли казаться далекими от отнюдь не склонной к богословию эпохи, но при их участии совершился поворот будущей европейской истории. По сути, пелагиане проповедовали своего рода стоицизм. Они принадлежали классическому миру и придерживались его традиций, описанных на христианском теологическом языке, насколько это представлялось возможным. Опасность, которую пелагиане представляли, если, конечно, вообще представляли, состояла в угрозе утраты самости христианства, и церковь тогда просто превращалась в носителя одного из течений веры классической средиземноморской цивилизации, причем со всеми присущими ему достоинствами и недостатками. Августина отличала бескомпромиссное богословие человека не от мира сего. Для него единственная возможность искупления для человечества заключалась в благодати Божьей, дарованной самим Богом, и ни один человек не мог ссылаться на свои заслуги перед ним. В истории человеческого духа Августин заслуживает отдельного места за то, что, точнее всех своих предшественников, установил рамки великих прений по поводу предопределенности и доброй воли благодати Божьей, которым суждено было сопровождать европейскую историю на всем ее протяжении. Практически без особого умысла он установил латинское христианство на прочное основание единственной в своем роде церковной власти доступа к источнику Божьей благодати через причастие. Об этом теперь забыли все, кроме специалистов. Блаженный Августин, кем он позже стал, теперь пользуется несколько недоброй славой, как один из самых убедительных и последовательных истолкователей неверия, вплоть, которой должна была отличаться христианская позиция и тем самым вся западная культура в вопросах отношения полов. Он оказывается в странной компании, например, с Платоном, как отцом-основателем пуританства, но его интеллектуальное наследие выглядит намного богаче, чем можно предположить, исходя из вышеизложенного посыла. В его письменных трудах просматриваются основы большинства средневековых политических воззрений, так как их нельзя безоговорочно отнести к аристотелевским или легалистическим, а также представления об истории, которая будет долгое время доминировать в христианском обществе на Западе и оказывать на них такое же влияние, как слова самого Христа. В философском труде под нынешним названием «О граде Божием» содержится откровение Августина, сыгравшее важнейшую роль в определении будущего Западной Европы. Дело не столько в каких-то особых воззрениях или догмах, ведь существуют трудности в определении конкретных результатов его влияния на средневековых политических мыслителей, возникшее, возможно, потому, что в его высказываниях много двусмысленностей. В своем труде он изложил свои взгляды на историю и правительство людей, которые стали неотделимыми от христианского мышления на протяжении тысячи лет и больше того. Под заголовком этого труда стоит призыв «щадить покорных, не злагая гордых». В нем раскрывается его цель — опровергнуть обвинения реакционеров и язычников в том, что все проблемы, возникшие в империи, появились из-за христианства. На изложение своих мыслей в богословском труде его вдохновило разрушение Рима готами в 410 году. Первостепенной целью для себя он считал наглядный показ того, что христианину доступно понимание даже такого ужасного события, и, разумеется, осознать его можно исключительно через христианское вероисповедание. Но в своем труде «Блаженный Августин» касается самого широкого круга вопросов — от роли целомудрия до философии Фалеса-Милецкого. Также он разъясняет суть гражданских войн Мария и Суллы столь же тщательно, как значение обетований божьих Давиду. Обобщению данный труд не поддается. Для кого он мал или для кого слишком велик, пусть извинят меня. С оттенком сдержанной иронии пишет Августин в последнем параграфе своей книги. В труде дано христианское толкование всей цивилизации в целом и указание на то, что пошло на ее сотворение. Самая замечательная черта заключается в его собственном центральном суждении. Вся земная природа вещей — суть приходящая, а культура и правила, даже самая великая империя, если Бог того пожелает, ничего в конечном счете не стоят. Предположение о такой воле Бога Августин сделал по виду двух городов. Один город был приземленным, его основали люди сортом пониже, поэтому он выглядел далеким от совершенства, сотворенным греховными руками, каким бы великолепным внешне ни казался и какую бы важную роль время от времени ни играл в божественном промысле. Иногда преобладает его греховный аспект и становится ясно, что люди должны сбежать из приземленного города, но Вавилону тоже предназначалась своя роль в божественном плане. Другой город был небесным городом Бога, общиной, основанной на вере, в обещании Бога о спасении, и к такой цели человечество готово было совершить опасное паломничество из приземленного города. При этом людей будет вести и вдохновлять церковь. В церкви следовало сформировать одновременно символ города Бога и средства его достижения. С появлением церкви изменился весь ход истории. С того момента стало ясновидно борьбу в мире добра со злом, а спасение человечества заключалось в его защите. Такие аргументы повторяются вслух постоянно до самых наших времен. В аргументации Августина эти два города выглядят по-другому. Иногда они представляются двумя группами людей, теми, кто приговорены к наказанию в следующей жизни, и теми, кто совершает паломничество к славе. Эти города воплощают в себе деление всего рода человеческого здесь и сейчас, а также всех тех, кого уже настиг суд Божий со времен Адама. Но Августин считал, что принадлежность к церкви совсем не означает принадлежность к одной группе и то, что остальная часть человечества принадлежит к другой. Возможно, сила воззрений Августина со всей мощью проявилась в их двусмысленности, слабости натяжения нитей аргумента и предположения. Государство нельзя было просто так называть приземленным и ущербным. Ему отводилась своя роль в божественном замысле, а правительство по его природе было Богом данным. Позже по этому поводу было сказано весьма много. От государства потребуют оказать церкви услугу через предохранение ее от земных врагов и при помощи ее собственной власти по навязыванию чистоты веры. Но все-таки мандат небес, как сформулировали это представители еще одной цивилизации, могли отозвать. И когда это случалось, даже такое событие, как разграбление Рима, выглядело всего лишь одним из ориентиров в процессе осуждения греха. В конце город Божий должен победить. Блаженный Августин в своем величайшем труде избегает простых определений. Причем, возможно, он избегает их во всех смыслах. Августин заслуживает гораздо большего внимания, места для которого в настоящей книге не хватит. Его, например, считали внимательным и добросовестным епископом, любящим пастором для прихожан. Он, к тому же, устраивал гонения на раскольников и заслужил сомнительную славу тем, что убедил правительство империи применить силу против донатистов. Он написал захватывающее церковное исследование, которое, при том, что представляется глубоко противоречащим фактам его молодости, послужило основанием для литературного жанра романтической и вдумчивой автобиографии. Он мог быть художником словесного выражения, использовать латинские слова, а не греческие. Ему пришлось просить помощи у Иеронима Стридонского в переводе своих трудов на греческий язык и считался заслуженным ученым-богословом, но его художественность происходила из страсти, а не из мастерства, и его латынь часто грешила малой выразительностью. И все равно его творчество пропитано римским прошлым. Именно с высоты своего мастерства римской традиции он взирал, образно говоря, очами христианской веры на туманное, неясное, а для кого-то еще и пугающее будущее. В своем творчестве он, возможно, воплотил традиции двух древних культур более полно, чем кто-либо еще в те времена раскола. И, скорее всего, именно поэтому, полторы тысячи лет спустя, он все еще возвышается над ними. В ходе вооруженных вторжений германцев сформировались первые народности современной Европы. Они подразделяются на четыре основные группы. Самые северные племена Саксов, Англов и Ютов устремились на территорию старинной римской провинции Британия, начиная с четвертого столетия, и осели там задолго до того, как этот остров покинули его обитатели. Когда последний римский император, провозглашенный своими солдатами, переправился с армией в Галлию в 407 году, Британию в то время оспаривали сменявшие друг друга группы захватчиков, и романо-британские жители до появления на ее территории в начале VII века семи англосаксонских княжеств, окруженных кельтским миром, состоящим из Ирландии, Уэльса и Шотландии. При том, что первые британцы все еще жили коммунами, предположительно сохранявшимися до X века, а возможно и дольше, романо-британская цивилизация исчезла полностью, в отличие от остальных западных цивилизаций, от которых остались хоть какие-то следы. От романо-британской цивилизации не осталось даже языка. Его практически полностью заменил германский язык. Мимолетные проявления последних попыток романо-британского сопротивления воплотились в легенде о короле Артуре и его рыцарях, которые служат неким напоминанием о высоком боевом искусстве конной гвардии последнего римского императора. Но не более того. Следов административной или культурной преемственности между этой провинцией империи и княжествами варваров фактически не сохранилось. Имперское наследие передалось будущей Англии в виде физических памятников. Они достались в форме руин, городов и усадеб, редких христианских крестов или величественных сооружений типа Вала Адриана, над происхождением которых ломали голову переселенцы, пока им не осталось ничего другого, как поверить в легенду о том, что их возвели великаны, обладавшие сверхчеловеческой силой. Некоторые из этих реликвий, таких, например, как банный комплекс, сооруженный на термальных источниках в городе Бат, пропали из видоисториков на сотни лет, а в XVII и XIX веках их вновь открыли люди усилиями хранителей древности. Сохранились проложенные римлянами дороги, иногда на протяжении столетий, служившие в качестве торговых маршрутов, даже когда их конструкции разрушались под действием времени, ненастья и любителей дармового строительного материала. В конце упомянем естественных переселенцев, прибывших вместе с римлянами и прижившихся в Британии. Имеются в виду такие зверьки, как хорек или растения вида горчицы, служившие приправой к жареной говядине, тысячу с лишним лет спустя ставшей своего рода мифологизированным блюдом. А вот от духовных ценностей, созданных римлянами, нам практически ничего не досталось. Исчезло романо-британское христианство, каким бы оно ни было, и хранители этой веры удалились на некоторое время в туманную даль, где монархи кельтской церкви вынашивают свои думы. Так возник еще один Рим, призванный преображать английскую нацию, а не римскую империю. А до преображения английской нации, преобладающее, как нигде более формирующее влияние в пределах данной старинной имперской традиции, будет оказывать германская традиция. Совсем иная картина складывалась на противоположном берегу Ла-Манша. Очень многое там сохранилось в неизменном виде. После опустошения вандалами Галлия продолжала находиться в тени Вестготов Аквитании. Участие в отражении нашествия гуннов позволило им взять на себя самую главную роль, какой они никогда не играли. В северо-востоку от Галлии, тем не менее, лежали земли германских племен, франков, которым еще предстояло отобрать у Вестготов их тогдашнее превосходство. В отличие от Вестготов, франков никто не обращал в орианское вероисповедание. Наряду со всем прочим, по этой причине, им должно было принадлежать будущее Европы. Они призваны сыграть ведущую роль в формировании контуров Европы, потеснив остальные племена варваров. По захоронениям первых франков создается представление об объединении воинов, построенном на принципе подчинения ниже стоящих чинов, выше стоящим. Тяготеющие к поседлому образу жизни больше остальных тогдашних варваров, они в IV веке обосновались на территории современной Бельгии, между реками Шельда и Мёз, где их признали римскими федератами. Часть их двинулась дальше вглубь Галлии. Одна группа франков осела в Турне, где из них выделилась правящая династия, позже названная Меровингами. Третьим королем, если это слово уже можно употреблять, этой династии числится Хлодвиг. Он считается первым великим деятелем в истории страны, известной как Франкия, Франция, названной в честь народов, которых объединил король Хлодвиг I. Хлодвиг I стал правителем западных франков в 481 году. Формально он тогда еще считался вассалом римского императора, но вскоре двинул свои войска на последних римских губернаторов Галлии и подчинил себе народ и земель далеко к западу и вниз по течению Луары. Между тем, восточные франки разгромили аламанов, а когда Хлодвиг I избрали еще и их королем, королевство франков охватывало всю территорию долины Низовий-Рейна и Северную Францию. Так сформировался центр государства франков, которое в положенное время стали считать наследником римского господства в Северной Европе. Хлодвиг I взял в жены принцессу еще одного германского народа – бургунцев. Эти бургунцы поселились в долине реки Роны, а также в области, уходящей на юго-восток к современной Женеве и Безансону. Она была католической, хотя ее народ принадлежал к орианскому вероисповеданию. И в какой-то момент после их венчания, традиционно относится к 496 году, а также после крещения на поле боя, напоминающего о Константине, сам Хлодвиг I перешел в католицизм. Тем самым он заручился поддержкой, пользовавшейся величайшим авторитетом римской церкви, все еще сохранявшейся после крушения империи на землях варваров, в период истории, который теперь принято считать временем религиозной войны с остальными германскими народами Галии. Католицизм, к тому же, считался путем к установлению дружбы с романо-гальским населением. Такое обращение в католика несомненно подразумевало политический ход и к тому же означало важный перелом. Править в Галии должен был Новый Рим. Первой жертвой Хлодвига I стали бургунцы, хотя их не удалось полностью усмирить до самой его кончины, когда править ими поставили принцев мировингов, но сохранили структуру независимого государства. Потом франки взялись за Вестготов. Им оставили только юго-восточные территории, которые они занимали к северу от Пиренеев, позже названные Лангедок Руссионом и Провансом. Хлодвиг I считался теперь преемником римлян во всей Галии. Император его признал, назначив консулом. Столицу франков Хлодвиг I перевел в Париж, и его похоронили там в церкви, как первого франкского короля, а не варвара. Но история Парижа, как постоянной столицы, тогда не начинается. Германское королевство не стало еще тем, что позже будут считать государством, да и римляне его не признали. Оно представляло собой некое наследие, состоящее с одной стороны из земель, и с другой из родовых групп. Наследие Хлодвиг I поделили между собой его сыновья, и франкское государство оставалось в раздробленном состоянии до 558 года. Несколько лет спустя оно снова распалось. Постепенно на его территории сложились три относительно устойчивые части франкского государства. Одна из них называлась Австразия, со столицей в Меце, а центр его притяжения находился к востоку от Рейна. Ее западным эквивалентом стало Нейстрия, со столицей в Суассоне. Под тем же самым правителем, но отдельно, находилось королевство Бургундия. Их правители постоянно спорили по поводу принадлежности приграничных земель. В таких условиях начинает формироваться франкская нация, переставшая быть средоточением воинственных шаек-варваров. Они преобразились в народ, принадлежащий узнаваемому государству, говорящий на местном латинском диалекте, а в его недрах зарождалось сословие землевладельческого дворянства. Важно отметить, что от этой нации, к тому же, происходит христианское толкование роли варваров, изложенное в истории франков. В десяти книгах с автобиографией, составленной святым епископом Григорием Турским, принадлежавшим к романогайской аристократии. Видные деятели остальных варварских народов тоже оставили такого рода труды. Возможно, величайшее среди них произведение посвящено Англии и принадлежит Перу беды достопочтенного, авторы которых предприняли попытку примирения традиций, язычество все еще пользовалось большим авторитетом на фоне христианства и цивилизованного наследия. Нужно сказать, что Григорий представил картину жизни франков после смерти его кумира Хлодвига I, выглядевшую весьма мрачно. Он считал, что франкские правители вели себя настолько неразумно, что их государство обречено на забвение. Других варваров мировинги в Галлию не пускали, зато отобрали у Остготов земли к северу от Альп, где их величайшим королем считался Теодорих. Его право на власть в Италии, откуда он выбил остальных германцев, было признано римским императором в 497 году. Он относился к безусловным приверженцам власти Рима, Крестным отцом Теодориха числился сам император и до 18 лет его воспитывали в Константинополе. Наша верховная власть представляется повторением вашей монархии, всего лишь подобием вашей единственной в мире империи, написал он однажды императору в Константинополь из своей столицы в Равенне. Но на его монетах появилась надпись «Рим непобедимый» «Рома инвикто», а когда Теодорих поехал в Рим, он в цирке провел игры в старом стиле. Но с точки зрения права он числился единственным отзготом, наделенным статусом римского гражданина. Его личная власть признавалась сенатом, но его соотечественники считались обычными наемными солдатами Римской империи. На гражданские должности он назначал римлян. Один из них считался его другом и советником. Его звали Боэций, философ, которому суждено было стать ведущим мыслителем своего времени, через которого наследие классического мира передалось ученым средневековой Европы. Теодорих представляется разумным правителем, поддерживавшим добрые отношения с остальными варварскими народами. Он женился на сестре Хлодвига и пользовался среди них авторитетом первого среди равных. Однако он не разделял арианского вероисповедания своего народа, а духовное отчуждение в конечном счете сыграло против остготской власти. В отличие от франков и вопреки примеру своего правителя, они не могли считаться преемниками римского прошлого. Поэтому после кончины Теодориха полководцы Восточной империи выгнали всех остготов из Италии и ее истории. Те покинули Италию в руинах и на ее территорию в скором времени вторглись новые чужаки племена Лангобардов. На западе Хлодвиг оставил Вестготом фактически одну только Испанию, с территории которой они вытеснили местных вандалов. Там уже успели обосноваться другие германские народы. Ее ландшафт доставлял несколько иные трудности. Одинаковые для всех последующих захватчиков и правителей, и властители королевства Вестготов не смогли сопротивляться дальнейшей поступательной романизации, которая стала гораздо агрессивнее, чем при его основателях в Галлии, где они намного менее слились с существовавшим обществом, чем это сделали франки. Вестготы, а их насчитывалось намного меньше, около ста тысяч человек, сплотились вокруг своих вождей, которые повели их из старой Кастилии в другие провинции. Их споры достигали такого накала, что на протяжении более полутора веков здесь, на юге, не удавалось восстановить власть императора. В конце концов, короли Вестготов обратились в католическую веру и через церковь мобилизовали авторитет испанских епископов. В 587 году закладывается долгая традиция католической монархии Испании. Что все это нам дает? Трудно сказать. Любые обобщения до добра не доводят. Практически все можно объяснить простым ходом времени. Вестготы подверглись эволюции на протяжении трех веков от основания королевства Тулузы до конца их господства в Испании. Многое трансформировалось за такое долгое время, при том, что хозяйственная жизнь и технические приемы изменились, возможно, только в худшую сторону, формы мышления и нормотворчества подвергались радикальным, пусть даже медленным преобразованиям во всех варварских королевствах. Считать их варварскими в скором времени стало не совсем справедливо. Исключением, возможно, стоит назвать лангобардов. Германские соплеменники составляли меньшинство населения, зачастую они жили обособленно в окружении других народов, существовали в соответствии с издревле установившимся порядком и принуждались к своего рода согласию с завоеванным населением. Волны их вторжений на чужие земли могли с близкого расстояния выглядеть как паводок, но когда он проходил, от него оставались только крошечные изолированные, образно говоря, лужи в виде общин захватчиков, тут и там заменявших римских хозяев, но часто обитавших рядом и вместе с ними. Браки между римлянами и варварами оставались вне закона до VI века, но никто их по большому счету не отслеживал. В Галлии франки позаимствовали латынь коренного населения, разбавив словами из франкского диалекта. К VII веку в западном европейском обществе уже сложилась совсем другая атмосфера, чем существовала в бурном V столетии. Как бы там ни было, но варварское прошлое оставило отпечаток на истории Европы. Общество практически во всех варварских королевствах на протяжении долгого времени формировались на основе необратимых германских обычаев. Ими предусматривалась иерархия, получившая отражение в характерном для германцев механизме обеспечения общественного порядка, а также кровной мести. Всем мужчинам, равно как женщинам, скоту и имуществу любого предназначения, назначалась своя цена в буквальном смысле этого слова. В случае причинения кому-то вреда, если возмещение не обещалось, все в конечном счете улаживалось с учетом интересов всего рода или одной семьи. Короли все шире вели записи для памяти и тем самым в некотором смысле, так сказать, издавали разъяснения о том, что означали такие обычаи. Грамота тогда представлялась явлением настолько редким, что просто бессмысленным было возводить произведения наглядной агитации типа вавилонской колонны или белых стендов для вывешивания на всеобщее обозрение декретов, как это делалось в греческих городах-государствах. Предусматриваться могли разве что памятки, составлявшиеся писцом на пергаменте для справки на будущее. Тем не менее в этом германском мире зародились основы юриспруденции в один прекрасный день перенесшиеся через океаны к новым носителям культуры европейского замеса. Первой нормой права, с помощью которой к этому открылся путь, служило утверждение функции монарха или коллективного совета на объявление того, что следует регистрировать в письменном виде. Вельможи всех германских королевств тут же взялись за написание и кодификацию их законов. В основе ранних форм публичного судопроизводства лежали нерелигиозные или надприродные принципы и обычно применялись судебные процедуры. Поэтому вполне естественно в таком случае, что, например, к суду Вестготов Тулузы привлекались специалисты, владеющие навыками применения римского права. Но в этом проявлялась всего лишь одна форма признания, которую аристократия практически всех варварских государств применяла к римской традиции и формулировкам. Теодорих считал себя наместником римского императора. Ему не составило труда определить свою собственную роль, зато перед ним стояла сложная задача не допустить раздражения его последователей, которые могли возмутиться любой чрезмерной романизацией. Предположительно, сходные соображения изводили Хлодвига перед его обращением в новую веру, которая послужила актом его отождествления с империей, а также с церковью. На уровне чуть более низком, чем крупные исторические фигуры, дворяне и франков и верстготов явно с большим удовольствием демонстрировали себя наследниками Рима через письма друг другу на латинском языке и покровительство развлекательной литературы. К тому же с римлянами складывались связи по интересам. Ратников верстготов иногда привлекали к подавлению восстаний крестьян, представлявших опасность для романа гайских землевладельцев, а также самих захватчиков. Однако поскольку на их пути все еще стояло орианство, сохранялись пределы возможного отождествления варваров с романитас. Церковь, в конце концов, оставалась последним пережитком империи к западу от Константинополя. Восточные императоры наблюдали за всеми этими изменениями с большой озабоченностью, но они по рукам и ногам были скованы проблемами в собственных вотчинах, а в пятом веке к тому же добавился диктат со стороны их варварских военачальников. Они с дурным предчувствием наблюдали за завершающими годами марионеточных императоров Равенны и тут же признали Одоакра свергшего последнего из них. Они по-прежнему настаивали на формальном притязании на управление единой империей Востока и Запада, фактически не подвергая сомнению самостоятельность Одоакра в Италии, пока ему не появилась достойная замена в лице Теодориха, которому присвоили титул Патриция. Между тем, персидских войн и нового нажима славян на Балканах было более чем достаточно, чтобы занять себя настоящим делом. Только с восшествием на престол императора Юстиниана в 527 году вроде бы забрежила реальная надежда на восстановление императорского правления. Через призму времени деятельность Юстиниана видится не совсем удачной. Тем не менее, его поведение как императора народ воспринимал благожелательно. Он делал то, что практически весь народ до сих пор ждет от сильного императора. Вдруг он однажды решится, Юстиниан гордился тем, что латынь была его родным языком. При всей широте размаха внешней политики империи он все еще мечтал о воссоединении и восстановлении империи в прежних ее границах с центром в Константинополе, который служил ему столицей. Судить о нем нам дано только на основе тех знаний, которыми мы располагаем. Но правил он долгое время, и его современники ощущали на себе последствия его временных успехов. Они ждали, что достижение Юстиниана сложится в настоящее возрождение империи. Как ни крути, а никто на самом деле не мог себе представить мир без Римской империи. Западные короли варваров безропотно подчинились Константинополю и принимали от него титулы. Сами они за пурпур императора не боролись. Юстиниан стремился к диктаторской власти, и его современники считали такую цель понятной и достижимой. В его представлении о собственной роли просматривается определенная величавость. Обидно, что внешне он выглядел мужчиной совсем неказистым. Юстиниан практически постоянно вел войны. Он часто одерживал победы. Даже дорого ему стоившие персидские компании и выплаты дани персидскому царю можно назвать вполне успешными в том смысле, что территориальные потери для империи были незначительными. Не удалось ему избежать и серьезных стратегических упущений. У него никак не получалось высвободить ресурсы для проведения политики восстановления империи на Западе, которую Юстиниан ставил целью при заключении первого мирного договора с персами. Тем не менее, его величайший военачальник Велизарий разгромил вандалов в Африке и возвратил эту страну в состав империи. Хотя потребовалось еще десять лет, чтобы навести там должный порядок. Он продолжил вторжение на территорию Италии и развязал войну, которая закончилась в 554 году окончательным выселением Ост-Готов из Рима, а также объединением всей Италии в очередной раз под властью империи. Пусть даже императорским легионам пришлось разрушить всю Италию сильнее, чем это когда-либо позволяли себе варвары. Все это были великие достижения, воспользоваться которыми с толком у Юстиниана не получилось. Большие дела ждали в Южной Испании, где полководцы императора воспользовались соперничеством между Вестготами и снова установили императорскую власть в Кордове. К тому же по всему западному Средиземноморью никто не мог соперничать в мощи с императорскими флотами. На протяжении столетия после кончины Юстиниана византийские суда не подвергались ни малейшей опасности. Всему есть свой конец. К концу века большая часть Италии снова ушла из-под власти Константинополя, на этот раз к Ланго-Бардам. Так назывался еще один германский народ, но совсем покончивший с императорской властью на Пенинском полуострове. В Восточной Европе тоже в разрез с энергичной дипломатией подкупа и распространения миссионерской идеологии Юстиниану так и не удалось добиться ничего толкового в отношениях с варварами. Можно предположить, что добиться долговечного успеха там было просто невозможно. Нажим на эти постоянно кочующие народы был слишком энергичным, и кроме того, они видели перед собой великие трофеи. Варвары, написал один историк времен правления Юстиниана, однажды попробовавшие римское богатство, навсегда запомнили к нему дорогу. С кончиной Юстиниана, потратившего огромные средства на возведение крепостей, предки будущих булгар осели во Фракии, а клин варварских народов расколол западный и восточный Рим. Великие территориальные приобретения Юстиниана в полном масштабе его преемники сохранить не могли в силу остающейся опасности со стороны Персии, усиление нажима славян на Балканах, а в VII веке появился еще и новый соперник в лице ислама. Впереди римлян ждали ужасные времена. При всем том, наследие Юстиниана продолжало играть свою роль через основанную им дипломатическую традицию, создание сети влияния среди варварских народов за пределами границы империи, натравливание их друг на друга, подкуп одного принца подачками или титулами, вступление в родство в качестве крестного родителя воцерковленных детей другого, если бы не княжество вассалы Кавказа, обращенное в христианскую веру еще при Юстиниане, или его союз с крымскими готами, которому суждено было просуществовать семь веков, сохранение восточной империи было бы практически невозможно. В этом смысле во времена его правления к тому же закладываются приблизительные наметки будущей византийской сферы влияния. Внутри своей империи Юстиниан оставил неизгладимый след. В момент его вступления на престол, вверявшаяся его заботам монархия, выглядела ущербной с той точки зрения, что внутри правящей верхушки сохранялся раскол на группы, способные заручиться общественной поддержкой. Но в 532 году из-за этого раскола вспыхнул большой мятеж, послуживший хорошим предлогом для разгрома фракций раскольников, и пусть даже пришлось спалить полгорода, Юстиниан избавился от внутренней угрозы его полновластью. Новый император в дальнейшем все более последовательно и неприкрыто демонстрировал свой диктат. Ему посвящены роскошные архитектурные памятники. Самым величественным из них выглядит собор Святой Софии 532-537 годы, но знаками его правления и свидетельствами унаследованного богатства Восточной империи выступают общественные здания, церкви, бани и новые города, встречающиеся по всей ее территории. Самые богатые и наиболее цивилизованные провинции находились в Азии и Египте. Крупнейшими городами были Александрия, Антиохия и Бейрут. Духовным нормативным памятником правления Юстиниана остается кодификация римского права. Тысячелетнюю римскую юриспруденцию соединили в четырех сборниках, в форме которая позволила оказывать громадное влияние на формулирование современных представлений о государстве на протяжении сотен лет. Усилия Юстиниана, направленные на проведение административных и организационных реформ, большими успехами не увенчались. Не представляет труда назвать недуги, опасность которых известна еще с третьего века, но при существовавших тогда расходах и обязательствах империи, надежное лечение их находилось с большими сложностями. Продажа должностей, например, считалась известным злом, и Юстиниан отменил ее, но потом ему приходилось терпеть эту возродившуюся непреодолимую практику. Главная нормативная реакция на данную проблему империи состояла в нарастающей регламентации деятельности ее граждан. В известной степени она проводилась в соответствии с традицией регулирования экономики, унаследованной Юстинианом. Точно так же, как земледельцев привязали к их наделам, ремесленников теперь приписали к традиционным корпорациям и гильдиям, даже бюрократия приобрела тенденцию к превращению в наследуемое ремесло. Получавшаяся в результате принятых мер жесткость конструкции вряд ли облегчала решение проблем империи. Весьма некстати к тому же в начале шестого века на восток обрушилась серия исключительно катастрофических стихийных бедствий. Ими во многом объясняется, почему Юстиниану было трудно оставить империю в лучшем состоянии, чем она ему досталась. Из-за землетрясения, голода и чумы опустили города и даже сама столица, где люди виделись на улицах привидениями. В древности люди отличались большой доверчивостью, но легенды о том, что император мог отделить голову от тела, а потом водрузить ее на место или исчезнуть из вида по собственной воле, служат основанием для предположения о том, что в осложнившихся условиях существования духовный мир восточной империи уже снимался с якоря классической цивилизации. Юстиниану пришлось облегчить расчленение империи через навязывание своих религиозных воззрений и политических мер. Здесь речь идет о еще одном парадоксальном исходе. Ведь он принес совсем не то, на что рассчитывал император. Он упразднил Афинскую академию, худо-бедно просуществовавшую до него восемьсот лет, мечтал войти в историю императором христиан, а не предводителем неверных, поэтому издал указ о разрушении своей столицы всех статуй язычников. Хуже того, он поспешил с понижением гражданского статуса евреев и введением ограничений на свободу исполнения их религиозных обрядов. К тому времени уже прошли некоторые необратимые процессы. На погромы евреев все уже давно смотрели сквозь пальцы, синагоги разрушили. Теперь Юстиниан дошел до того, что распорядился поменять иудейский календарь и вмешался в еврейский порядок богослужения. Он даже науськивал правителей варваров на гонения против евреев. Гетто в Константинополе появилось намного раньше, чем в городах Западной Европы. Юстиниан еще более уверился в правомерности утверждения императорской власти в церковных делах по той причине, что проснулся реальный вкус к богословским диспутам. Последствия таких диспутов для кого-то оборачивались бедой. При таком подходе речь отнюдь не шла о восстановлении лояльности к империи со стороны нестуриан и монофизитов, то есть еретиков, которые отказались принимать определение конкретного отношения бога-отца к богу-сыну, заложенного в 451 году церковным собором в Халкидоне. Богословие таких инакомыслящих значило меньше, чем тот факт, что их символические догмы все больше связывались с важными лингвистическими и культурными группами. Неуемные еретики подпитывали сепаратистские настроения в ряде областей Египта и Сирии. В Египте приверженцы коптской церкви пошли своим собственным путем, встав в оппозицию православию в конце пятого века, а за ними последовали сирийские монофизиты, основавшие свою же собственную церковь. Обе эти церкви пользовались преданностью и поддержкой многочисленных и ревностных монахов этих стран. У некоторых из этих общин к тому же установились прочные связи с единомышленниками за пределами империи, так что в ход пошла внешняя политика. Несториане нашли пристанище в Персии и евреи, хотя и не относящиеся к еретикам, обладали особым влиянием за границей. Евреи Ирака поддержали вторжение персов на территорию Римской империи, а власти еврейских арабских государств в зоне Красного моря перекрывали торговые пути в Индию, когда в империи против евреев принимали меры враждебного характера. Надеждам Юстиниана на воссоединение Западной и Восточной Церквей не суждено было оправдаться, несмотря на все его рвение в этом деле. Потенциальное отчуждение между ними существовало всегда в силу различных культурных матриц, на которых они сформировались. Апологеты Западной Церкви всегда отвергали возможность союза религиозной и светской власти, лежащего в основе политической теории Восточной Империи. Этой Империи предстояло погибнуть, как уже погибли ее предшественники, и, как предсказано в Библии, и преодолеть порог ада ей поможет все та же церковь. Теперь такие богословские расхождения приобрели большее значение, и расчленение наиболее вероятно осуществилось из-за раскола на Западе. Римский понтифик навестил Юстиниана, и император говорил о Риме как об источнике иерейства, но, в конце концов, две христианские общины первыми пошли своими собственными путями, чтобы потом рассориться. Юстиниан с его представлением о верховной власти императора, даже в делах богословия, пал жертвой плирикальной непримиримости с обеих сторон. Все это, наряду с остальными его многочисленными поступками, может означать, что истинное достижение Юстиниана заключались не в том, к чему он стремился и на какое-то время достиг, то есть восстановление единства империи, а в чем-то ином, облегчении пути к становлению новой византийской цивилизации. После него появление такой цивилизации стало задачей достижимой, пусть даже его заслуги до сих пор не признаны. Византия развивалась куда-то в сторону от классического мира, в направлении стиля, явно связанного с ней, но независимого от нее. Этот процесс облегчали события, происходившие в то время одновременно на территории распространения восточной и западной культуры, до настоящего времени всецело зависящие от новых тенденций в жизни церкви. Как часто бывало в более поздней истории, церковь и ее патриархи сначала не рассчитывали на какую-то возможность для себя в катастрофе. Они отождествляли себя с тем, что рушилось и понятно почему. В крахе Римской империи они видели крах цивилизации. Церковь на западе, за исключением муниципальной власти в обнищавших городах, часто оставалась единственным сохранившимся атрибутом романитас. Ее епископы располагали опытом управления народом, по крайней мере не худшим, чем у местной знати, обладавшей достаточными умственными способностями, чтобы заняться разрешением новых проблем. Полуязыческое население смотрело на них с суеверным страхом и приписывало им чуть ли не магические способности. Во многих местах представители церкви остались последним воплощением власти, сохранившейся после ухода императорских армий и развала имперской администрации. Они были грамотными среди нового необразованного правящего сословия, претендующего на долю от наследия классического периода. С точки зрения социального происхождения они часто принадлежали к знатным провинциальным родам. Это означало, что они считались великими аристократами и владельцами, располагавшими материальными ресурсами для финансирования своих позиций как духовных наставников. Естественно, они могли взять на себя решение новых сложных задач. Но этим все и оканчивалось. На закате классического мира у западной церкви появилось два новых атрибута, которым предстояло послужить спасательными средствами на опасных стремнинах бурной реки истории в период, когда одна цивилизация уже рухнула, а новая еще не народилась. Первым спасителем считается христианское иночество, которое, как явление, сначала появилось на Востоке. Около 285 года копт преподобный Антоний Великой удалился в египетскую пустыню, чтобы жить там отшельником. Его примеру последовали другие монахи, занявшиеся наблюдением за миром со стороны, молитвенным служением, противоборством с демонами или украшением плоти через пощение и другие не менее сомнительные ограничения. Некоторые из них собирались в общины и стали монахами, запертыми в монастырях. И такая практика в скором времени распространяется с Востока до Запада. Один итальянский монах, о котором нам мало известно, но зато все знают о его достижении и о том, что ему приписывается способность являть чудеса, нашел положение монашества неправильным. Речь идет о Бенедикте Нурсийском, сыгравшем видную роль в истории церкви. В 529 году он основал под Монте-Кассино в Южной Италии монастырь, в котором внедрил новые правила жизни, собранные и просеянные из правил ближайших монастырей. Так он создал основополагающий документ западного христианства и, соответственно, западной цивилизации. Он обратил внимание монаха на общину, аббату, которая должна была принадлежать абсолютная власть. Назначение общины состояло не просто в обеспечении условий для воспитания или спасения отдельных душ, а в том, чтобы ее обитатели молились и жили одной семьей. Каждый монах брал на себя обязательство нести свой вклад послушания в рамках заведенного навсегда порядка участия в церковной службе, вознесения индивидуальной молитвы и общественно полезного труда. Из заготовки индивидуализма традиционного монашества удалось выковать новый человеческий инструмент. Ему предстояло служить одним из главных видов оружия в арсенале церкви. Святой Бенедикт не заносился слишком высоко, и в этом скрывается одна из тайн его успеха. Следование уставу святого Бенедикта было вполне под силу весьма среднего человека, любящего Бога, а от его монахов не требовалось истязание собственного тела или духа. Правильная оценка потребностей монахов получила подтверждение через стремительное распространение устава Бенедикта. Очень скоро бенедиктинские монастыри появились повсюду на территории Запада. Они превратились в ключевую кузницу миссионеров и источник учения для новообращенных языческой Англии и Германии. На Западе только служители кельтской церкви цеплялись за прежнюю отшельническую модель монашеской жизни. Еще одной новой мощной опорой церкви стало папство. Особое место среди епархий христианского мира Риму даровалось престижем престола Святого Петра и легендарным заступничеством трофеев этого апостола. Престол Святого Петра в Риме считается единственным престолом на Западе, который якобы основал один из апостолов. Но в принципе к нему мало что еще можно отнести. Западная церковь стала младшим ответвлением и ближайшие связи с апостольским периодом истории можно проследить как раз в церквях Азии. Что-то еще требовалось папству для начала его возвышения к выдающемуся превосходству, считавшемуся само собой разумеющимся в средневековом мире. Начнем с уже существовавшего тогда города. Рим на протяжении многих веков считался столицей мира, и практически для всего цивилизованного человечества именно так и было. Его епископы выступали в качестве деловых соратников сената и императора, и после отъезда имперского двора из Рима их высокое положение стало еще более очевидным. С переездом в Италию чужестранных государственных служащих из Восточной империи, которых итальянцы недолюбливали точно так же, как и варваров, те по-новому взглянули на папство, как сосредоточие итальянских привязанностей. К тому же папский престол располагал состоянием соразмерным с потенциалом аппарата правительства. Ему принадлежали мощные административные навыки, каких не находилось где бы то ни было за пределами самой имперской администрации. Такое отличие всегда особо явственно проявлялось во времена больших бед, когда варварам недоставало управленческих навыков. По служному списку папского престола Рима мог позавидовать кто угодно. Папские апологеты эксплуатировали его еще в пятом столетии. Умеренная папская оппозиция и заверение в том, что никакие новые отклонения невозможны, зато прежние положения тщательно охраняются, уже тогда присутствовали и выглядели совершенно искренними. Папы не считали себя покорителями новой идеологической и юридической территории, но назывались деятелями, отчаянно старающимися удержать ту маленькую точку опоры, которую церковь уже обрела. Так складывались внешние условия для появления институции папства как великой исторической силы. В пятом веке Лев Великой был первым папой римским, при котором такого рода новая власть епископа Рима стала очевидной всем. Император объявил папские решения, имеющими силу закона. И Лев энергично навязал пастве догмат о том, что папы теперь выступают от имени святого Петра. Он присвоил себе титул великого понтифика «Понтификс Максимус», отвергнутый императорами. Считалось, что своим вмешательством, когда Лев Великий нанес визит Атилле, он предотвратил нападение гуннов на Италию. Епископы на Западе до того момента отрицали притязание Рима на первенство и проявили склонность к согласию с ним в мире, перевернутом варварами с ног на голову. Однако при этом Рим входил в государственную церковь империи, вероисповедание которой Юстиниан видел первостепенной заботой императора. Папа, в котором наиболее полно раскрывалось будущее средневекового папства, к тому же числился первым папой, считавшимся монахом. В Григории Великом, правившем с 590 по 604 год, таким образом сошлись два великих нормативных нововведения ранней церкви. Его считают государственным деятелем, обладавшим великим предвидением. Римский аристократ, преданный империи и почтительный к императору, он стал тем не менее первым папой, безоговорочно принявшим варварскую Европу, которой правил. Его понтификат наконец-то обозначил полный разрыв с классическим миром. Он считал своим долгом успешное проведение первой масштабной миссионерской кампании, одной из целей которой была языческая Англия, куда он в 596 году делегировал Августина Контерберийского. Он боролся с арианской ересью и радовался обращению вестготов в католическую веру. Он точно также заботился о судьбе германских королей, как об императоре, от имени которого, по его же утверждению, он действовал, но вместе с тем он выступал бесстрашным противником лангобардов. На борьбу с ними он мобилизовал императора, но главное еще и франков. А лангобарды тоже, по необходимости, наделили своего папу политической властью. Они не только отстранили его от представления интересов императора в Равенне, но ему пришлось вести с ними переговоры, когда лангобарды стояли под стенами Рима. Наравне с остальными епископами Запада, унаследовавшими гражданскую власть, ему приходилось кормить население своего города и править им. Постепенно итальянцы начинали видеть в папе преемника власти в Риме, а также наследника Святого Петра. В образе Григория Великого соединились классическое римское наследие и настоящий христианин. Он представлял собой нечто новое, хотя сам едва ли мог его разглядеть. Христианство относилось к классическому наследию империи. При этом во многом оно становилось иным и явно отличалось от него. Важно отметить тот факт, что Григорий не владел греческим языком, даже не видел в нем необходимости для себя. Уже просматривались признаки преобразований в отношениях церкви с варварами. При Григории внимание церкви наконец-то среди прочего сосредоточилось на Европе, а не только на Средиземноморском бассейне. Там уже удалось посеять семена будущего, пусть даже не ближайшего. Для большинства населения мира существование Европы в течение следующей тысячи лет или около того значения не имело. Но Европа наконец-то зримая, невообразимо отличалась от того, во что ей предстояло превратиться, и ее территория ограничивалась западом континента. Она к тому же решительно отличалась от того, чем была в прошлом. Упорядоченная, грамотная, неторопливая жизнь римских провинций уступила место раздробленному обществу с вкрапленной в него воинской аристократией и ее соплеменникам, тогда интегрированным в массу более ранних обитателей, иногда нет. Их вожди назывались королями, и они, конечно же, больше не считались просто вожаками племен, тем более после почти двух веков существования в условиях, оставленных им римлянами, королей уже нельзя было назвать варварами точно так же, как их подданных. Как раз в 550 году варварский король год впервые распорядился изобразить на монетах себя в обрамлении знаков императорской власти. Через оттиск изображения, в их представлении служащей реликвией высшей культуры, через действенность концепции самого Рима и посредством сознательной и интуитивной деятельности прежде всего церкви, эти народы вступили на собственный путь к цивилизации и их искусство останется доказательством этого. Из формальной культуры они не принесли с собой ничего, что можно было бы сравнить с античностью. Никакого вклада в развитие цивилизованного интеллекта варвары не сделали. Зато культурный обмен на бытовом уровне совсем не всегда шел в одном направлении. Степень, до которой христианство или, по крайней мере, церковь сохраняли свою эластичность, следует оценивать по достоинству. Христианство распространялось повсюду, где для него открывались любые каналы, и они определялись слоями язычества германского слоя над римским и над кельтским. Обращение короля типа Хлодвига не означало, что его народ сразу демонстрировал хотя бы формальную приверженность к христианству. Судя по захоронениям, некоторые из них оставались языческими в нескольких поколениях, живших позже. Но в таком консерватизме скрывалось как раз препятствие, так и новое возможности для распространения христианства. Служители церкви могли использовать веру в народную магию или существование священного места, которое служило связующим звеном между уважаемым святым человеком и старинными божествами сельской местности или леса, чудеса знания которых усердно пропагандировалось в житиях святых через декламацию вслух паломникам, пребывающим к их святыням, служили убедительными аргументами того времени. Люди привыкли к чудесным вмешательствам старинных кельтских богов или проявлением власти Одина, для подавляющего большинства людей тогда, как это было на протяжении большей части истории человечества, роль религии заключалась не в предоставлении нравственного окормления или духовного озарения, а в милостивлении всего невидимого. Только по кровавой жертве христиане однозначно проверению разграничения между собой и языческим прошлым. Многое остальное из языческой практики и воспоминаний они просто окрестили и дали новое название. Процесс, в ходе которого все это появилось, часто рассматривался как упадок и, конечно же, приводились разумные аргументы по данному поводу. В практическом плане варварская Европа экономически была беднее, чем империя Антонинов. На всем протяжении Европы туристы все еще разевают рот от удивления перед монументами строителей Рима, точно так же, как это могли делать наши предшественники варвары. Однако в положенное время из всего этого недоразумения появится нечто весьма новое и неизмеримо более созидательное, чем было в Риме. Современники просто не могли как следует разглядеть то, что происходило, так как видели все в мрачном свете. Но некоторые, возможно, заглядывали несколько дальше в будущее, о чем можно судить по озабоченности Григория Великого. Глава шестая Классическая Индия Александра Великого всегда сопровождала свита книжников и эрудитов, готовых ответить на любой его вопрос. Тем не менее, он имел весьма туманное представление о том, что ждет его в Индии. Создается такое впечатление, что он считал Инд продолжением Нила, по ту сторону которого простирается все та же Эфиопия. Греки издавна прекрасно знали о северо-западной части Индии, где находился престол персидской сатрапии Гандхара. Но дальше все пребывало во мраке неизвестности. Что же касается политической географии, неясность все еще сохраняется. Отношения между государствами и с политической точки зрения, природу государств долины Ганга во время вторжения Александра все еще трудно постигнуть. Царство Магатха, раскинувшееся в низовье Ганга и осуществлявшее своего рода господство над остальной частью его долины, считалось главным политическим образованием на полуострове Индостан на протяжении двух столетий или даже больше. Но о его политических атрибутах или истории известно мало. В индийских источниках о прибытии Александра Македонского в Индию ничего не сказано. При том, что этот великий завоеватель дальше Пенджаба никогда не проникал, мы можем узнать из греческих летописей его дней разве что о покорении мелких царств на северо-западе индийской державы. Сведения о посещении им центральных ее областей отсутствуют. При селе в Кидах на западе появляется более достоверная информация о том, что лежало восточнее Пенджаба. Время обретения этих знаний приблизительно совпадает с возвышением новой индийской державы под названием империя Мауриев. И с этого момента фактически начинается ведение исторического досье на Индию. Одним из наших поставщиков сведений считается греческий путешественник Мегасфен, направленный послом в Индию по оказанию царя Салевкидов около трехсотого года до нашей эры. Отрывки из его сочинений, посвященных увиденному, хранились достаточно долго, так что писатели более позднего времени использовали пространные цитаты из них, так как ему удалось во время путешествий добраться до Бенгалии и Орисцы, а к тому же он пользовался большим уважением и как дипломат, и как ученый, ему посчастливилось познакомиться и побеседовать с многочисленными индийцами. Некоторые более поздние писатели нашли его доверчивым и ненадежным автором очерков. Они обратили внимание на его рассказы о мужчинах, способных обходиться одними только запахами, отказываясь от еды и воды, о гигантах или людях с такими огромными ступнями, что они использовали их для защиты от палящего солнца, о пигмеях и безротых людях. Подобные сказки воспринимались как полный вздор. Но совсем не обязательно считать их лишенными каких-либо оснований. Они вполне могли представлять собой всего лишь высокоразвитую осведомленность, продемонстрированную арийскими индийцами, знающими о физических различиях, отмеченных у их соседей или у дальних знакомых из Центральной Азии или джунглей Бирмы. Некоторые из них на самом деле могли выглядеть очень странными и особенности их поведения несомненно в глазах индийцев представлялись необычными. Кое-что в этих рассказах могло смутно отражать занимательные аскетические предписания индийской религии, которые всегда производили на чужаков большое впечатление и обычно приукрашались в ходе устного повествования. Такие сказания не должны были подрывать доверие к рассказчику, их не следовало отвергать, все остальное в них поведанное как полный досужий вымысел. В них можно было даже обнаружить рациональное зерно, если только рассказчик предлагает нечто вроде видения того, как индийские собеседники Мегасфена представляли себе внешний мир. Он дает описание Индии времен великого правителя Чандрагупты, основавшего династию Маурьев, кое-что известно о нем еще из других источников. Древние индийцы полагали, что на завоевание его вдохновил пример Александра Великого, которого юный Чандрагупта наблюдал во время его вторжения на территорию Индии. Как бы то ни было, на самом деле в 321 году до нашей эры Чандрагупта узурпировал престол Магатха и на развалинах того царства воздвиг государство, покрывавшее территорию не только долин двух великих рек Инд Иганг, но также большую часть Афганистана, отнятого у селивкидов, и Белуджистан. Своей столицей он провозгласил город Патна, где поселился в величественном дворце. Дворец был деревянным. На данном этапе индийской истории археологи пока что не могут предоставить нам сколь-нибудь значимую информацию. Из докладов Мегасфена можно вывести заключение, что Чандрагупта исполнял функции своего рода самодержавного председателя империи, но, судя по индийским источникам, создается впечатление о бюрократическом государстве или, как минимум, о государстве, стремящемся к такому режиму правления. Что на практике оно собой представляло, за далью веков не просматривается. Его собрали из политических единиц, сформировавшихся гораздо раньше, и многие из них организационно напоминали республиканские или народовластные образования, а из них многие имели связи с императором через великих людей, служивших ему. Некоторые из таких номинальных вассалов могли часто на практике пользоваться большей самостоятельностью. Многое поведал Мегасфен и о жителях Индийской империи. Помимо представления длинного списка различных народов, он назвал две различные религиозные традиции. Одну брахманскую и вторую внешне буддистскую, упомянул об употреблении индийцами в пищу риса и об их воздержании от вина, за исключением обрядовых случаев, много рассказал о приручении слонов и обратил внимание на тот факт, удивительный для греков, что в Индии отсутствовало рабство в любых его проявлениях. Тут у него вкралась ошибка, но вполне простительная. Хотя людей у индийцев нельзя было покупать и продавать, в абсолютное рабство находились те, кого принуждали трудиться на своих господ и освободиться от такой зависимости по закону они не могли. Мегасфен к тому же сообщил о том, что царь развлекался охотой, которую вел с платформы на возвышении или на спине слона. Во многом такая охота напоминала отстрелы тигров в двадцатом веке. Говорят, что Чандрагупта, отойдя от дел, провел свои последние дни с джайнами в уединении под Майсуром, где прошел ритуал голодания до смертельного конца. Его сын и преемник повернул экспансионистский курс империи, уже определенный отцом, на юг. Власть династии Маурьев начала пронзать густые дождевые леса к востоку от Патны и проталкиваться к восточному побережью. При третьем правителе династии Маурьев с завоеванием Орисы империи достался контроль над сухопутными и морскими коммуникациями на юге и на субконтиненте Индостан установилось в определенной мере политическое единство, не превзойденное на протяжении двух с лишним тысяч лет. Завоевателя, совершившего все это, звали Ашока. И при данном правителе наконец-то появляется возможность документирования истории Индии. От эпохи Ашоки сохранились многочисленные письмена с декретами и судебными запретами, адресованными его вассалом. Использование этого средства размножения официальных посланий и индивидуальный стиль надписей служат основанием для предположения о существовании тогда персидского и эллинского влияния на индийцев. Причем индийцы под властью Мауриев определенно поддерживали более тесные связи с цивилизациями на Западе, чем когда-либо прежде. В Кандагаре Ашока оставил письмена одновременно на греческом и арамейском языке. Такого рода письмена служат доказательством того, что индийское правительство могло позволить себе гораздо больше, чем об этом упоминал Мегасфен. Монарший совет правил обществом, организованным по кастовому принципу. При нем существовало войско царя и некая бюрократия. Как и повсюду, с приходом грамоты началась новая эпоха для системы управления государством, а также для культуры. К тому же можно предположить существование мощной тайной полиции или службы внутреннего надзора за населением. Помимо сбора налогов, а также обеспечения связи и орошения, государственному аппарату при Ашоке вменялась в обязанность пропаганда официальной идеологии. В начале его правления Ашоку самого обратили в буддистское вероисповедание. В отличие от обращения Константина, его обращение случилось не до, а после сражения потрясшего Ашоку тем, чего оно ему стоило. Как бы там ни было, после обращения в буддизм он отказался от алгоритма завоеваний, характерного для него до тех пор. Быть может, именно поэтому его не терзали искушения затеять компанию за пределами своего субконтинента. Такое ограничение он разделил с большинством индийских правителей, которые никогда не стремились править варварами. К тому же становится ясно, что он завершил покорение Индии. Ярчайшим результатом перехода Ашоки в буддизм обычно считается то, что он выразил в своем послании подданным с помощью надписей на камнях и опорах арок, относящихся как раз к данному периоду его правления, примерно после 260 года до нашей эры. Они на самом деле представляются положениями совершенно новой общественной философии. Предписанием Ашоки присвоили полное название Эдикты о Тхарме. Слово Тхарма с санскрита можно перевести как универсальный закон бытия. Их новизна до нашей поры вызывает у индийских политиков великое, отдающее анахронизмом восхищение Ашокой. Воззрение Ашоки тем не менее приводят настоящее изумление. Он снискал уважение за призыв к уважению всех людей без исключения и прежде всего к религиозной веротерпимости и отказу от любого насилия. Его предписания касались общих понятий без упоминания деталей и силой закона они не наделялись. Зато их общая направленность просматривается безошибочно. Ведь они предназначались для формулирования общих принципов поведения людей. При том, что собственные склонности и умонастроение Ашоки совершенно определенно совпадали с такого рода воззрениями, ими предлагается не столько пропаганда постулатов буддизма, этим он занимался несколько иначе, сколько попытка устранения различия. Они во многом напоминают устройство правительства, предназначенное для огромной, разнородной по населению и разделенной по религиозному признаку империи. Ашока искал способы установления некоего центра для укрепления вокруг него на всей территории Индии политического и социального единства, обеспечиваемого общими интересами людей, а также предохраняемого силой государства и надзором за населением сотрудниками службы сыска. Все люди, гласит одна из надписей Ашоки, являются моими детьми. Этим можно к тому же объяснить его гордость тем, что он назвал общественное служение, которое иногда принимало подходящее климату формы. Вдоль дорог я распорядился высадить бенгальскую смоковницу Баньян. Объявил он, которая даст тень зверям и людям. Польза от таких внешне незатейливых мер выглядит вполне очевидной для тех, кто трудился на просторных индийских равнинах и путешествовал по ним. Практически параллельное совершенствование путей сообщения к тому же облегчало дорогу купцам, но точно так же, как вырытые по его распоряжению колодцы и возведенные через каждые пятнадцать километров постоялые дворы, баньяны служили материальным выражением тхармы. Впрочем, тхарма прижилась не совсем как надо, ведь всем известно о схватках вероотступников в Индии и возмущении священников. Зато Ашока на самом деле преуспел в обращении народа в примитивный буддизм. В период его правления случилось первое масштабное распространение буддизма, который пользовался большой популярностью, хотя эта популярность все еще ограничивалась северо-восточной Индией. Затем Ашока послал в Бирму миссионеров, которые вполне успешно справились со своим заданием. На Шри-Ланке миссионеры добились еще большего успеха, и с его времен этот остров оставался по большому счету территории буддистов. Миссионеры, отправленные в Македонию и Египет, на которых возлагались большие надежды, преуспели заметно меньше, хотя буддистское учение оставило свою отметину на некоторых основных положениях философии эллинского мира, а кое-кого из греков получилось обратить в это вероисповедание. Оживление буддизма при Ашоке можно в некоторой степени объяснить знаками реакции в брахманской религии. Высказывалось предположение о том, что популяризация кое-каких новых культов, отмечавшаяся приблизительно в это время, могла послужить ответом на некоторые сомнения. Именно третий и второй века до нашей эры отмечены новым возвышением культов двух самых популярных воплощений вишну. Первым таким воплощением назовем всепривлекающего Кришну, легенда о котором предлагает прихожанину самый широкий спектр субъективного его отождествления. Второго зовут Рама, и он служит воплощением великодушного царя, заботливого мужа и сына, семейного божества. Как раз во втором веке до нашей эры к тому же начинается оформление двух великих индийских преданий под названием Ахабхарата и Рамаяна. Первое из них снабжено дополнительным пространным пассажем, теперь считающимся известнейшим произведением индийской литературы и ее величайшим поэтическим трудом под названием Бахавадгита или Песнь Господа. Ему суждено было стать главным заветом индуизма, сосредоточенным вокруг фигур Вишну и Кришны, в котором изложен нравственный догмат долга в исполнении обязательств, предусмотренных принадлежностью человека к своему сословию, тхарма, и завет, гласящий о том, что толку от ревностного служения даже самого похвального может оказаться гораздо меньше, чем от любви к Кришне, являющейся средством освобождения от всего земного для перехода к состоянию вечного блаженства. Так выглядят важные факты, определившие будущее индуизма, но им предстояло получить полное развитие на протяжении периода истории, наступившего уже после распада империи Маурьев, начавшегося вскоре после кончины Ашоки. Ее исчезновение производит настолько большое впечатление, а ведь империя Маурьев относится к видным явлениям истории, что при всем желании отыскать некое конкретное объяснение все-таки вырисовывается целая совокупность причин. В истории практически всех древних империй, за исключением разве что китайских, требования, предъявлявшиеся к правительству, в конечном счете превышали технические ресурсы, доступные ему, чтобы их можно было удовлетворить. Когда такое случалось, эти империи распадались на части. Маурьям принадлежат великие достижения. Они направили трудовые ресурсы на освоение огромных площадей бросовых земель, за счет чего одновременно кормили растущее население и наращивали налоговую базу империи. Они занялись огромным объемом ирригационных работ, объекты которых служили на протяжении многих веков. При Маурьях процветала торговля, если судить по тому, насколько широко глиняная посуда северных районов распространилась по всей Индии в третьем веке до нашей эры. Они содержали огромную армию и проводили толковую внешнюю политику, влияние которой достигало таких отдаленных мест, как Эпир и Юг Албании. Однако они требовали больших затрат. Правительство и армия существовали за счет аграрной экономики, имевшей четкие пределы хозяйственной отдачи. существовала грань, до которой земледельцы империи могли оплачивать ее расходы. При взгляде из нашего далека бюрократия древней Индии выглядит в принципе централизованной, но все-таки не совсем уж толковой, тем более не безупречной. Без системы контроля и набора специалистов ради обеспечения ее независимости от общества индийская бюрократия с одной стороны оказалась в руках фаворитов монарха, от которого зависело все в империи, а с другой стороны она досталась местной верхушке, овладевшей ремеслом захвата и удержания власти. Одно из слабых мест политики Маурьев глубоко укоренилось еще во времена предыдущих династий. Индийское общество уже давно держалось на якорях семьи и кастовых атрибутов. Именно таким общественным институциям принадлежала привязанность индийцев, а не династии или абстрактным понятием устойчивости государства, не говоря уже о нации, когда под напором неблагоприятных экономических, внешних или технических факторов начался распад Индийской империи, бессознательной народной поддержки ради его предотвращения не последовало. Вот вам и наглядное подтверждение того, что все попытки о шоке обеспечить идеологический каркас своей империи полностью провалились. Более того, экономические издержки пришлись на социальные институции Индии и особенно на кастовую систему в ее утонченных формах, где судьба человека однозначно определялась его происхождением, экономические склонности отходили на второй план. Тем же самым определялись честолюбивые помыслы. В Индии сложилась социальная система, склонная к ограничению возможностей экономического роста. Вслед за убийством последнего императора Мауриев на престол вступила династия Гангов брахманского происхождения и после этого история Индии в течение 500 лет снова отмечена раздробленностью на мелкие княжества. Ссылки на Индию в китайских источниках появились с конца второго века до нашей эры, но нельзя сказать, что они послужили установлению согласия между учеными по поводу того, что происходило в Индии, даже сама хронология все еще остается по большому счету предположительной. С долей уверенности можно говорить разве что о самых общих исторических процессах. Важнейшими из них следует назвать череду вторжений на территорию Индии с исторически сложившихся северо-западных направлений. Первыми пришли бактрийцы, ведущие происхождение от греков, оставленных жить в империи Александра в верхнем течении Амударии — окса по-гречески, где к 239 году до нашей эры они провозгласили самостоятельное царство, зажатое между Индией и Персией селевкидов. Наши знания об этой таинственной вотчине по большому счету почерпнуты из изображений на монетах и грешат серьезными провалами, но доподлинно известно о том, что сто лет спустя бактрийцы двинулись в долину Инда. Они открыли движение потока, не прекращавшегося на протяжении еще четырех сотен лет. Сложная череда переселений проходила в порядке определявшимся логикой эволюции кочевых общественных образований Азии. Среди тех, кто последовал за индо-греками бактрии и на какое-то время обосновался в Пенджабе, были парфяне и скифы. Один из скифских царей, если верить легенде, приютил при своем дворе святого апостола Фому. Один основательный народ пришел от самых границ Китая и оставил после себя память о еще одной крупной индийской империи, простиравшейся от Бенареса, современное название Варанаси, за горный хребет до караванных маршрутов степей. Речь идет о кушанах, относившихся к группе индоевропейских народов, обитавших на территории нынешнего Синьцзян-Уйгурского автономного района Китайской Народной Республики. Кушаны или их правители отличались восторженной приверженностью буддизму, что позволяло им успешно решать миссионерские задачи. Они мечтали о том, чтобы откровение Будды достигло земель их предков, а также овладело народами Китая и Монголии. С точки зрения распространения буддийской веры, их политические интересы сосредоточивались на Центральной Евразии, где в сражении сложил голову их величайший из царей. Заботами кушанских миссионеров буддизм сначала получил распространение в Центральных и Восточных областях Центральной Евразии, а также в Китае, где он сыграл ключевую роль на протяжении нескольких веков раздробленности, наступившей после краха государства династии Хань. Кушанский период ознаменован свежей порцией иноземного влияния на индийскую культуру, часто оно шло с запада, если судить по эллинскому стилю в индийской скульптуре, особенно в изображении Будды. Новый стиль в скульптуре индийцев выделяется в отдельную эпоху тем, что изображение Будды само по себе уже представляется нововведением появившимся во времена Кушанского царства. Кушаны вывели искусство скульптуры на великую высоту, и греческие образцы уступили место формам изображения Будды, узнаваемым в наши дни. В них нашла отражение развивающаяся сложность буддистской религии, буддизм завоевывал популярность и воплощался в материальных формах, Будда превращался в Бога. Причем не следует забывать о прочих многочисленных изменениях. Наблюдалось взаимное проникновение таких явлений, как миллинаризм, сакрализация тысячелетнего периода времени, выражение религии в более эмоциональной форме и постоянно усложняющиеся философские системы, обозначение индуистской или буддистской так называемой ортодоксальности во всем этом выглядит надуманной попыткой. В конце концов, кушаны сдались на милость державы более могущественной. В начале третьего века нашей эры Бактрией и Кабульской долиной овладел персидский царь Артаксеркс. Чуть позже еще один сосанитский царь взял кушанскую столицу Пешавар. Такие события вполне естественно могут вызвать сожаление и раздражение. Рассуждая о них, любезный читатель должен согласиться с Вольтером. Что до меня, если один царь сменяет другого на берегах Окса и Яксартеса, а Мударьи и Сырдарьи, все напоминало протоубийственные стычки франкских царей или англосаксонских королевств Гептархии, семивластия, в незначительно большем масштабе. На самом деле сложно рассмотреть важное значение в этих превратностях судьбы вне фактов двух больших констант индийской истории. Роли северо-западной границы как культурного канала и поглощающей способности индуистской цивилизации. Ни один из торгающихся народов не смог в конечном счете выстоять перед ассимилирующей силой всегда присущей Индии. Новые правители издавна правили индуистскими царствами, чьи корни тянутся к временам еще до появления Маурьев, к политическим объединениям пятого и четвертого веков до нашей эры, и все они перенимали индийский уклад жизни. Захватчики никогда не проникали глубоко в южном направлении. После распада империи Маурьев Деканское плоскогорье долгое время оставалось обособленной территорией под властью собственных правителей Дравидов. Его культурная индивидуальность сохраняется даже сегодня. После завершения эпохи Маурьев произошло усиление арийского влияния. Но индуизм с буддизмом никуда не исчезли. Политической интеграции юга и севера фактически не получилось до британского колониального господства. В наступивший период смутного времени далеко не все контакты жителей Индии с иноземцами сопровождались насилием. Торговля с римскими купцами выросла настолько заметно, что Плиний старший обвинил незаслуженно этих купцов в вывозе всего золота из его империи. Мы, стоит признать, располагаем скудной достоверной информацией, кроме той, что касается прибытия из Индии посольств для проведения переговоров по вопросам торговли. Но по данному факту можно предположить, что одна особенность торговли Индии с Западом уже установлена. Участники средиземноморских рынков нуждались в предметах роскоши, которые можно было поставлять только из Индии, а взамен, кроме золотых слитков, предложить римлянам было нечего. Такой порядок продержался до XIX века. К тому же просматриваются еще некоторые интересные атрибуты межконтинентальных контактов, связанные с торговлей. Морское единство культуры торговых общин. В греческом языке появляются томильские названия товаров, и индийцы с юга торговались Египтом еще с эллинских времен. Позже римские купцы жили в южных портах, где томильские цари пользовались услугами римских телохранителей. Наконец, чтобы там не говорили об апостоле Фоме, все-таки можно согласиться с тем фактом, что впервые христианство появилось на территории Индии в западных торговых портах, предположительно, уже в первом столетии нашей эры. Политическое единство на севере удалось восстановить по прошествии еще сотен лет. Новое государство долины Ганга в виде империи гуптов выглядело тогда наследием пяти веков смуты. Ее центр находился в Патне, где обосновались правители династии императоров гуптов. Первый из них, но уже новый Чандрагупта, начал править в 320 году и за сто лет Север Индии опять на какое-то время получилось объединить и обезопасить от внешнего нажима на границы и вторжений иноземцев. Империя гуптов по размеру не шла ни в какое сравнение с империей, о шоке. Зато гуптам удалось дольше предохранять ее от распада. На протяжении примерно двух веков север Индии при них пережил нечто вроде эпохи Антонинов, позже вспоминавшейся с ностальгией как классический переход индийской истории. В эпоху гуптов случилась первая великая консолидация индийского искусства. С древнейших времен мало что сохранилось, пока не усовершенствовалась техника резьбы по камню при династии Маурьев. Кульминацией развития местной традиции каменной кладки считаются колонны, служащие ее главными памятниками. Долгое время резьба по камню и каменное строительство носили на себе следы стилей, развившихся в эпоху деревянного зодчества, но их приемы удалось значительно усовершенствовать еще до того, как началось греческое влияние, когда-то считавшееся источником происхождения индийской каменной скульптуры. Зато греки принесли с запада новые художественные сюжеты и приемы работы. Если судить по тому, что дошло до наших дней, основные свидетельства такого влияния обнаруживаются в буддистской скульптуре, появившейся уже в период расцвета христианской эпохи, но еще до наступления периода гуптов появилась роскошная и исконная традиция индуистских скульптур, и с того времени изобразительная жизнь Индии выглядит зрелой и вполне самостоятельной. Во времена гуптов начинается возведение великого числа каменных храмов, отличавшихся от выкопанных и украшенных пещер, которые пользуются большой славой в индийском искусстве и архитектуре до наступления мусульманской эпохи. Цивилизация гуптов, к тому же, прославилась литературными достижениями подданных их династии. Опять прослеживаются глубокие корни литературного творчества индийцев, стандартизация и систематизация санкритской грамоты незадолго до наступления времен династии Мауриев открыли путь к литературе, которая могла пользоваться элита всего субконтинента. Санскрит служил связью, объединявшей север с югом вразвес с их культурными различиями. Великим эпопеям придали их классическую форму на санскрите, хотя с ними к тому же можно ознакомиться в переводе на местное наречие. На санскрите писал и величайший индийский поэт Калидаса. Он к тому же считается драматургом и в эпоху гуптов из туманного прошлого появился индийский театр, традиции которого сохраняются и переносятся в популярную индийскую кинематографию нашего времени. Эпоха династии гуптов считается великой еще и с точки зрения интеллектуального прогресса. Десятичную систему исчисления индийские математики изобрели в пятом столетии. Обывателю такое открытие может показаться более значимым, чем возрождение и расцвет индийской философской мысли того же самого периода истории. Это возрождение никак не ограничивалось религиозными воззрениями, однако то, что из них можно почерпнуть с точки зрения общих отношений или направления развития культуры, представляется в высшей степени спорным. Литературное произведение типа пресловутой камасутры больше всего может удивить западного наблюдателя пристальным вниманием к приемам, использование которых при всей их причудливости для отдельного человека в лучшем случае способно привлечь внимание и занять время совсем тонкого слоя элиты. Отрицательный момент лежит на поверхности. Упор на дхарме брахманской традиции или аскетической строгости некоторых индийских наставников, а также допустимость чувственного удовольствия, предложенного авторами многих текстов наряду с камасутрой, не имеет ничего общего с порывистым воинственным пуританством, мощно обосновавшимся и в христианских, и в исламских традициях. Индийская цивилизация двигалась к совсем другим ритмам, чем те, что ценились дальше на Западе. Здесь, возможно, залегает глубочайшая мощь и объяснение силы ее сопротивления иноземным культурам. В эпоху династии гуптов индийская цивилизация приобрела свой зрелый классический вид. Хронология, диктуемая политическими событиями, здесь представляется некой помехой, важные изменения приходят за границу любого произвольного периода времени. Тем не менее, в культуре династии гуптов можно ощутить присутствие полностью развитого индуистского общества. Его выдающейся особенностью становится кастовая система, которая к тому времени стала накладываться на исходное деление ведического общества, состоявшего из четырех сословий, и усложнило это общество. Оно концентрировалось в пределах каст, внутри которых индийцы запирались в четко ограниченных группах для заключения брака и обычно для профессионального занятия, когда подавляющее большинство индийцев существовало за счет земледелия. Города по большей части служили огромными базарами или крупными центрами паломничества. Практически все индийцы тогда, как и теперь, относились к сословию земледельцев, жизнь которых протекала в пределах представлений о религиозной культуре, уже сложившихся в ее фундаментальной форме во времена предшествовавшей династии Маурьев. В их живучести и авторитете сомневаться не приходилось. При том, что предстояло их тщательное осмысление на протяжении предстоящих веков, эти представления уже сформулировали во времена династии гуптов в грандиозных произведениях каменной резьбы и скульптуры, служащих воплощением власти популярной религии и занимающих свое место рядом соступами и буддами времен до прихода к власти династии гуптов, ставшими постоянной особенностью индийского пейзажа. Как это не парадоксально, но Индия во многом из-за ее религиозного искусства считается страной, где находится возможно больше свидетельств умонастроений людей, чем их материальной жизни. Мы можем знать мало о конкретном способе, с помощью которого гупты облагали земледельцев податью, хотя это легко предположить, зато в освоении бесконечного танца богов и демонов, формирование и исчезновение эскизов животных и символов, мы можем прикоснуться к миру все еще живому и видимому в деревенских святынях и процессиях буддистов наших дней. В Индии, как нигде, появляется шанс взглянуть на жизнь бесчисленных миллионов людей, историю которых следует освещать в таких книгах, как этот труд, но который обычно проходит мимо нас незамеченными. Кульминационный момент развития индуистской цивилизации между временами династии гуптов и приходом ислама. Плодотворность индийской религии, служившей почвой индийской культуры, едва ли реагировала на политические перемены. Одним из признаков перемен стало появление к шестисотому году важного нового культа, который быстро занял свое место в индуистском пантеоне, сохраняющаяся за ним до сих пор. Речь идет о поклонении богине-матери по имени Деви. Кто-то видит в ней выражение нового чувственного начала, которым отмечены одновременно индуизм и буддизм, поклонение ей встраивалось в общее кипение религиозной жизни на протяжении парочки веков или больше, поскольку новая популярная эмоциональность связывалась с поклонением Шиве и Вишну приблизительно в то же самое время. Установление точных дат тут не очень полезно. Нам следует думать о продолжающемся изменении на протяжении всех веков, перекликающихся с веками ранней христианской эры, результатом которой было окончательное превращение древней брахманской религии в индуизм. От него там произошел целый спектр обрядов и верований на все случаи жизни. Индуизм происходил от философской системы веданты в виде абстрактного символа веры с упором на нереальности фактического и материального и желательности достижения отчуждения от них в истинном знании действительности брахмы до простых деревенских алтарей, у которых поклонялись местным божествам и которые легко подстраивались к культом Шивы или Вишну с помощью веры в то, что эти два ведущих божества могут появиться в нескольких воплощениях. Религиозный пыл тем самым нашел свое выражение в противопоставлении одновременной популяризации идолопоклонства и новой аскезе. Принесение в жертву животных никогда не прекращалось. Теперь оно утверждалось новой строгостью консервативных религиозных обрядов. То же самое касалось нового жесткого отношения к женщинам и их дальнейшего закабаления. Религиозное выражение этого проявилось в широком распространении брака несовершеннолетних и появлении традиции под названием сати или публичного самосожжения вдовы вместе с телом мужа на погребальном костре. Все-таки богатство индийской культуры было таково, что подобное огрубление религии сопровождалось развитием до высшей точки философской традиции веданты, ставшей кульминацией ведической традиции и новой разработки направления буддизма под названием Махаяна, которым утверждалась божественность Будды. Корни последнего уходили в раннее отступление от учения Будды, посвященного размышлениям, чистоте и отрешенности. Сторонники таких отступлений предпочитали обрядовый и простой религиозный подход и также обращали внимание на новое толкование роли Будды. Вместо того, чтобы просто считать его наставником и примером, в Будде теперь видели величайшего из бодхисаттв, то есть спасителей, призванных на блаженство самоубийства, но отказавшихся от него и оставшихся в этом мире, чтобы показать людям путь к спасению. Достижение статуса бодхисаттвы постепенно становилось целью многих буддистов. Среди прочего усилия буддистского собора, созданного правителем Кушанов Канишкой, который, кстати, к тому же использовал римский титул Кайсара, направлялись на реинтеграцию двух тенданций в буддизме, расходившихся все дальше друг от друга. Все усилия остались потраченными впустую. Буддизм Махаяны слово на санскрите означает «большая колесница», получил последователи, которые поклоняются Будде, считающимся спасителем, достойным обожествления и являющимся в вероисповедании одним из проявлений великого, единственного, небесного Будды. Его начинают рассматривать в качестве единого духа, всего сущего в индуизме. Благочиние, аскетизма и созерцание, присущее догме Гаутамы, теперь все больше ограничивалось меньшинством ортодоксальных буддистов, причем последователи Махаяны пользовались популярностью в массах новообращенных. Одним из показателей этого можно назвать распространение в первом и втором веках нашей эры большого числа статуй и изображений Будды, а ведь такое раньше не приветствовалось в силу запрета, наложенного самим Буддой на идолопоклонство. Буддизм Махаяны в конечном счете пришел на смену предыдущим формам буддизма в Индии и к тому же распространился вдоль торговых путей через Центральную Азию в Китай и Японию. Наиболее ортодоксальная традиция удачнее всего прижилась в Юго-Восточной Азии и Индонезии. Тем самым индуизм и буддизм одновременно подверглись изменениям, послужившим усилению их привлекательности. Условия для индуистской религии выглядят более благоприятными, причем свою роль в этом сыграл региональный фактор. Со времен Кушанов центр индийского буддизма находился на северо-западе или в области наиболее открытой для опустошительных набегов гуннов. Индуизму досталась плодотворная почва юга Индостана. Северо-запад и юг понятное дело представляли собой области, где сложились наиболее благоприятные условия для перемешивания культурных потоков с притоком из канонического средиземноморского мира, поступавшего наземным и морским путем. Такого рода изменения вызывают ощущение кульминации и предела. Оно вызрело незадолго до прихода на субконтинент ислама, но случилось это достаточно рано для закрепления философского воззрения, которым с тех пор отмечена культура Индии и которая продемонстрировала поразительную невосприимчивость к любым иным взглядам. В его основе лежало представление о бесконечных витках сотворения и возвращения в неведомое состояние, картина мироздания, который предусматривался спиралевидный, а не линейный ход истории. Что это означало для изменения фактической манеры поведения индийцев вплоть до наших дней, представляется серьезным вопросом, суть которого практически невозможно ухватить. Можно было бы рассчитывать на пассивное и недоверчивое отношение к ценности практического действия, но все далеко неоднозначно. Редкие христиане живут в полном соответствии с провозглашаемыми ими нормами морали, поэтому нам даже неприлично ждать от индуистов предельной последовательности. Практическое предназначение индийских храмов как место для принесения пожертвований и покаяния сохраняется до сих пор. Причем направленность культуры как таковой при всем этом может определяться акцентом на отличных способах мышления. К тому же трудно не ощутить, что история Индии во многом зависела от мировоззрения, носители которого больше внимания уделяли пределам, а не потенциалу человеческой деятельности. Глава седьмая Классический Китай Поразительная преемственность и нетронутость классической китайской цивилизации объясняется ее относительной удаленностью от Европы. Китай представлялся труднодоступным для иноземного влияния, далеким от источников прямых потрясений, коснувшихся остальных великих цивилизаций. Исламская традиция принесла в Индию больше изменений, чем появление буддизма в Китае, возможно, потому, что китайцы обладали еще большей способностью к ассимиляции иноземного влияния. Можно предположить, что цивилизация каждой из этих стран сформировалась на различных основаниях. В Индии великими регуляторами культурных колебаний служили религия и неотделимая от нее кастовая система. В Китае все строилось на культуре административной верхушки, сохранявшейся при всех династиях и империях. Именно она удерживала Китай на предназначенном ему курсе развития. Этой государственной верхушке мы обязаны роскошным письменным наследием в виде документов, регулярно составлявшихся с древнейших времен. Благодаря им китайские исторические хроники представляются бесценными документальными свидетельствами, содержащими, как правило, надежные факты, хотя их подбором занимались представители меньшинства народа по своему усмотрению и к своей выгоде. Конфуцианские мудрецы, занимавшиеся ведением исторических хронологий, преследовали практическую и нравоучительную цель. Они хотели собрать коллекцию примеров и сведений, с помощью которых будет легче укреплять традиционные общественные устои и ценности в своих описаниях событий, они выдвигают на передний план их обоснованность и закономерность. С учетом потребностей управленческого аппарата громадной страны, такой подход удивления не вызывает. Ответственные деятели стремились к сохранению единообразия и упорядоченности. Однако авторы таких летописей слишком многое оставляют без внимания. Даже уже в исторические времена составляет большую сложность в классическом средиземноморском мире все значительно облегчалось обнаружение сведений о том, что представляло собой жизнь подавляющего большинства народных масс, более того, из официальных исторических произведений можно получить обманчивое впечатление одновременно о неизменной природе китайской администрации и о распространении в обществе конфуцианских ценностей. На протяжении долгого времени понимание китайского административного аппарата оставалось доступным представителям меньшинства китайского народа, даже при том, что в конечном счете его разделяют многие китайцы и одобрят пусть даже бездумно и бессознательно подавляющее большинство, официальная культура Китая отличается предельной самодостаточностью. То внешнее влияние, которое на ней все-таки сказалось, произвело едва заметный эффект, но все-таки производит большое впечатление. Фундаментальное объяснение этому опять-таки лежит в сфере географического положения страны. На протяжении практически всей истории Китай оставался обращенным на восток, в сторону своих богатейших провинций между речья Янзы и Хуанхэ, а также морского побережья. Понятно, что Китай находился гораздо дальше от классического запада, чем империи Маурьев и Гуптов. Общения китайцев с ним даже через посредников практически отсутствовало, хотя до начала седьмого века нашей эры народы Персии, Византии и Средиземноморья уже пользовались китайским шелком и высоко ценили китайский фарфор, поступавший к ним по великим торговым путям, проложенным через Центральную Азию, с классической Индией у Китая, конечно же, сложились намного более тесные отношения, не говоря уже об отношениях со среднеазиатскими империями и народами, а также с Кореей и Вьетнамом. Однако отличительной чертой Китая, особенно при династии Хань, следует назвать то, что на протяжении длительного времени у него на границах отсутствовали великие государства, достойные того, чтобы поддерживать с ними дружеские отношения. Однако не стоит впадать в заблуждение по поводу того, что Китай будто бы находился в некоем обособленном положении, при том, что где-то относительно далеко на западе образовался своеобразный центр западной цивилизации, распространявшийся на запад и на север Европы. Зато Китай существовал внутри азиатского мира, в котором во времена классического периода происходило множество самых разнообразных событий. История Китая между завершением эпохи сражающихся царств и восшествием на престол династии Тан в 618 году нашей эры располагает своего рода хронологическим стержнем из возвышения и исчезновения правящих династий. Время их правления отмечено конкретными датами, но в этом просматривается элемент искусственного подхода или, по крайней мере, опасность проявить чрезмерную доверчивость в обращении к ним. Приход династии к полноценной власти над целой империей мог продолжаться несколько десятилетий, а ослабление власти вплоть до самого свержения династии могло происходить и того дольше. С учетом такого допущения использование династического календаря представляется вполне полезным. По нему ведется деление китайской истории на важнейшие периоды до двадцатого века. И этим периодом присвоены имена соответствующих императорских династий, достигавших в их время пика своего правления. Две первые династии, интересующие нас, смогли объединить Китай. Это династии Цинь и Хань. Восхождением к власти династии Цинь отмечается радикальный переход в истории Китая от существования множества царств к созданию одного крупного государства. При том, что территория, на которой теперь располагается известный нам Китай, еще не раз подвергнется дроблению на мелкие княжества, понятие объединенной империи появляется во времена династии Цинь, и сформулировал его великий китайский император Цинь Чихуанди. Китайская империя рождалась на сломе эпох в большой крови, но ее прообразы появились гораздо раньше в глубине китайской истории. Задолго до того, как император Цинь, так сказать, объединил Китай, в 221 году до нашей эры, уже существовали представления о культурном и идейном единстве, разрабатывавшееся как минимум больше тысячи лет. Только далекий от исторической науки человек осмелился бы говорить, будто с третьего века до нашей эры естественной формой существования Китая было единое государство. Многие римские историки разделяли такое же заблуждение по поводу своей империи, и кое-кто из них дожил до момента его развенчания, но никто не отрицает того, что многие китайцы видят свою историю именно в таком свете, и такое представление сыграло свою роль в до сих пор успешном переходе Китая от империи к современному единому государству. Представители династии Цинь, покончившие с раздробленностью Китая, периода сражающихся царств, пришли из западного царства, все еще кое-кем считающегося варварским примерно в четвертом веке до нашей эры. Тем не менее, род Цинь процветал, в числе прочего, в силу радикального государственного переустройства, произведенного одним склонным к легизму министрам около 356 года до нашей эры, а еще предположительно, благодаря поступлению на вооружение их ратников нового длинного железного меча. После поглощения восточной Сычуани Циньи в 325 году до нашей эры потребовали для себя статуса царства. Кульминационный момент достижений Циньей наступил с поражением их последнего противника в 221 году до нашей эры и объединением Китая при императоре и династии, в честь которой их стране дается ее европейское название. Человек, которого родители нарекли Ин Дженом, а все китайцы знают как Цинь Чихуанди, первый император династии Цинь, родился в 259 году до нашей эры и стал царем, когда ему исполнилось 13 лет. Его царству Цинь уже принадлежала большая часть, когда он вступил на престол. Однако сохранялось внутреннее разобщение. Юный царь Джен, как его тогда звали, подозревал своих родственников в заговоре против него. Он приговорил свою мать к ссылке, замененной домашним арестом, и распорядился казнить ее признанного любовника, которого разорвали на части пятью упряжками колесниц, главного министра своего отца, он заставил наложить на себя руки, приняв яд. Джен без особой радости вводил свои войска в сражение. К двести тридцатому году до нашей эры он явно вынашивал планы разгрома всех остальных царств и в подходящий момент приступил к его выполнению вразрез с решением совета его консультантов, обеспокоенных отсутствием у их господина чувства меры. К двести двадцать третьему году до нашей эры царь Джен нанес поражение крупнейшему царству периода сражающихся царств под названием Чу, располагавшемуся на юге центрального Китая. Два года спустя он покорил царство Ци на Шандунском полуострове, последнее остававшееся независимым государство прежней эпохи, провозглашая так называемую новую страну, Джен изобрел новые титулы для себя, первый император и для своих чиновников. Между тем он занялся южными областями, куда никто из китайских правителей еще победоносно не вторгался. К двести тринадцатому году до нашей эры его империя простиралась до нынешней провинции Гуандун на юге, а его войска вторгались на территорию Вьетнама и в другие районы юго-восточных азиатских пограничных областей. Все китайцы признали, что им достался необычный царь и создавал он необычное государство. Цинь Шихуанди мечтал о мощной централизованной империи, в которой стержнем всего и вся служило государство. Он дал старт масштабным программам строительства, направленным на то, чтобы соединить империю в единое целое, проложил протяженные судоходные каналы, такие как канал Линсю на юге, связавший Янзы с рекой Джудзян, и дороги, чтобы двигать по ним свои армии скорым маршем даже в самые отдаленные уголки империи. Как и многие мужчины, признанные великими лидерами, первый император династии Цинь отличался соединением в характере неуравновешенной и жестокой мании величия с глубоким пониманием своего времени. Неудивительно, что Мао-Дзэ-Дун нашел в нем единственного императора достойного восхищения. Унаследовав сажающееся царство, Цинь Шухуанди расширил его пределы и усилил войско, сделав сутью империи Цинь ее способность завоевания и удержания покоренных земель. Главным инструментом своей политики Цинь Шухуанди избрал мощную армию империи, набранную из крестьянства, поставленного под командование полководцев, подобранных в соответствии с их способностями и по принципу личной преданности императору. Еще до его крупных завоеваний, один сторонний наблюдатель отметил, что характер династии Цинь силен, ландшафт их царства сложен, методы правления жестоки, поощрения и наказания заслужены, их народ не сдается, все они люди воинственные. Все эти реляции император династии Цинь распорядился выгравировать по всему Китаю после 221 года до нашей эры. Государство при династии Цинь представляло собой абсолютную монархию с попытками вмешательства в малейшие подробности жизни его подданных. Остатки бывших элит, тех, кто пережил резню, устроенную цинями, перевезли в столицу, чтобы они жили там под тщательным надзором. В скором времени после покорения на приобретенных территориях вводили общие стандарты государственного обмена, меры веса, длины, деньги и налоги. Особый интерес этот император династии Цинь проявлял к ученым, способным по его ощущениям представлять опасность для его дела в силу иномыслия. Мудрецы должны были придерживаться официальной идеологии, либо согласиться на смерть или ссылку на выбор. Великие хранилища древних трудов перевели в непосредственное распоряжение государственных чиновников, которые решали, что пользоваться этими трудами могли ученые, получившие на то особое благоволение. Продвижение по службе, как правило, определялось заслугами вельможи, и император Цинь Шихуанди недоверчиво относился к тем, кто домогался у него должности под предлогом своего благородного рождения. Наивысшим актом государственного согласования жизни подданных империи стала к тому же унификация языка через упрощение написания иероглифов и стандартизацию синтаксиса. Так появился единый письменный язык китайской империи. На практике это означало, что элите подданных династии Цинь предстояло изучать стандартизированный письменный разговорным можно было не владеть язык, совершенно определенно отличавшийся от непонятных наречий народов, населявших империю. Империя династии Цинь раскинулась на обширной территории, при том, что ее культурное ядро оставалось в долине реки Хуанхэ, где проживало больше трех четвертей населения Китая, вотчина Цинь уходила на большее расстояние в северном, западном и южном направлениях. Однако территориальное приобретение Цинь не означали появление единой страны. Единство пришло гораздо позже. Бассейн Янзы кое-кто все еще считал пограничной зоной, а земли, простиравшиеся дальше, на юг и запад, рассматривались в качестве областей военной оккупации дикими племенами. На севере в результате покорения соседней империи Циньи вошли все прикосновения с группами кочевников, перемещавшимися по степям Центральной Азии, с этими группами Циньи и их преемники старались упорядочивать и ограничивать общение одновременно по культурным и военным соображениям. Представление о едином Китае, приближающемся к его современным границам, принадлежит правителям следующих веков. Хотя империи Цинь-Шихуанди отмерено было всего лишь 15 лет существования, само ее появление видится большим достижением. С этого времени Китай можно считать гнездом, поглощающий новое пространство самодостаточной цивилизации. Судьбу этой цивилизации можно было предугадать по самым первым особенностям ее эволюции. С учетом потенциала собственных памятников культуры эпохи неолита, побудительных факторов культурного обмена и какой-никакой миграции с севера, первые ростки цивилизации появились в нескольких уголках Китая еще перед наступлением десятого столетия до нашей эры. К концу периода сражающихся царств между некоторыми из них возникли сходства, перевесившие все имевшиеся различия. Политическое единство, достигнутое через покорение соседей при династии Цинь, на сто с лишним лет, в известном смысле, послужило логическим венцом культурного объединения, уже продвигавшегося полным ходом. Кое-кто из западных историков утверждает, будто ощущение принадлежности к китайской национальности возникло еще до наступления 221 года до нашей эры. Если исходить из такого предположения, можно прийти к выводу о том, что покорение китайцами самих себя особой сложности не составляло. Основополагающим управленческим нововведением Циньи предстояло долгая жизнь после смещения их престола императорами династии Хань, правившими на протяжении практически 400 лет, 206 год до нашей эры, 220 год нашей эры с эпизодическим антрактом в начале христианской эпохи. Основателем династии Хань считается Лю Бан. Для того времени было обычным делом, что этот, обладавший лидерскими качествами человек крестьянского происхождения, воспользовался смутой, возникшей, когда правители ряда бывших самостоятельных царств пытались восстановить свою независимость после кончины Цинь-Шихуанди, чтобы первым захватить столицу Циней и затем возродить империю под собственным гибким управлением. Одновременно с продолжением большой работы по централизации государства, начатой их предшественникам, императоры династии Хань попытались продемонстрировать относительную умеренность в общении с устоявшимися элитами, по крайней мере на первых порах. Вероятно, в этом заключается одна из причин долголетия их правления. Императоры династии Хань, сменяя друг друга, правили, видя перед собой одну главную цель – сплочение Китая вокруг единого центра, то есть своей собственной династии и императора венчающего его. Император служил воплощением государства, ему принадлежали все целинные земли, а все государственные должности считались его дарами, достойным их подданным. Его имперские манифесты обращались в закон для всей империи и для всех подданных живших в ее пределах. Лю Бан, присвоивший себе титул императора Гао-Зу династии Хань, стремился к продолжению дела династии Цинь, но проявляя сдержанность за пренебрежение которой он и большинство его современников осуждали императора Цинь Шихуанди. Гао-Зу стремился править энергично и самовластно, но при этом старался не настраивать против себя союзников и их кланы. Он прекрасно осознавал свои уязвимые стороны, безграмотность и дурной характер. Его успокоил один из доверенных советников, объяснивший причины победы Гао-Зу над своим главным противником в лице правителя царства Чу. Ваше Величество ведет себя пренебрежительно с окружающими и оскорбляет их, в то время как Сян-Юй старается казаться добрым и внимательным, но когда вы посылаете кого-то на штурм города или овладение территорией, вы отдаете своим солдатам все, что они забирают у врага, делитесь вашей добычей со всем своим народом. Гао-Зу и его ближайшие преемники до самой середины второго века до нашей эры пытались внедрить некоторые элементы системы династии Джоу в механизм управления своей империей. На востоке старое царство оставили на правах вассалов, в которых представители рода Лю назначали своих людей на должности царей и дворян, между тем западными провинциями управлял непосредственно император. В 154 году на нашей эры на востоке Китая поднялся мощный мятеж недовольных правлением династии Хань местных властителей. В историю Китая он вошел под названием «Восстание семи царств». Внук Гао-Зу император Цзин-Ди поначалу дрогнул и попытался вступить с мятежниками в переговоры, но после того, как кое-кто из его военачальников провел ряд успешных карательных операций, Цзин-Ди смог организовать несколько удачных сражений и сломить сопротивление вассалов. Восстание продлилось всего лишь три месяца, но его последствия сыграли важную роль в определении дальнейшей истории Китая. Император Цзин-Ди и его сын Ву-Ди приступили к формированию централизованной империи, основанной на безграничной власти императора. Император Ву-Ди, правивший Китаем на протяжении 53 лет, 140-й, 87-й годы до нашей эры, внедрил систему, при которой главный упор делался на прямое назначение государственных чиновников при второстепенной роли местного дворянства или представителей императорского клана. В лучшие для империи времена такой принцип сохранялся на протяжении практически двух тысяч лет и вошел в историю Китая в качестве неотъемлемой ее принадлежности. Император Ву-Ди служил ключевой фигурой первого этапа эпохи Хань, часто называемой Западная Хань, продолжавшегося до девятого года нашей эры, уже при вступлении на престол в возрасте пятнадцати лет у императора сложилось ясное представление о том, что Китаю нужны централизованное государство и единая идеология, иначе он распадется на части. Постепенно обретали очертания его планы территориальной экспансии, хотя о генеральном плане нового Китая речи не шло, а его принципы государственного управления и взгляды на господствующее вероисповедание оставались нетронутыми, на всем продолжении его долгого пребывания на престоле. Вуди мечтала в империи, в центре которой находилась бы фигура императора как вершителя всех военных и гражданских судеб. Просто потому, что империя как таковая представлялась универсальной и безграничной конструкцией, которой подчинялась все и вся под небесами, ничто не могло служить ограничением власти императора, он стоял выше самой религии, выше всех вероисповеданий и всех высоких происхождений, пока он правил достойно и в соответствии с консуцианскими догматами никто не мог бросить ему вызов, ни человек, ни боги. В действительности же, как видно и на римском примере, разумность сосредоточения такой полноты власти в руках одного человека зависела исключительно от величия личности такого человека. К тому же стало ясно, что любой устоявшийся внутренний кабинет, группа ближайших сановников, когда у него появляется выбор, всегда склоняется в сторону поддержки очень молодого человека или ребенка ради собственных интересов, ради сохранения своих привилегий. Во времена династии Хань власти Китая впервые занялись формированием единой культурной элиты. Основатель династии Лю Бан не очень-то верил в конструктивное влияние ученых. Если довериться одному из историков, этот раздражительный узурпатор однажды сорвал высокий колпак с головы одного из мудрецов и помочился в него. Зато его преемники завязали дружественные отношения с писцами а те служили династией в качестве учителей и советников со всей своей преданностью стержневым конфуцианским идеям, которые императоры хотели пропагандировать. Все это означало сужение по крайней мере на какое-то время интеллектуальных традиций Китая, но привело к накоплению отчетливой совокупности знаний, обогатившейся в течение последней половины времени пребывания данной династии у власти. Также речь идет о развитии системы, посредством которой эти знания увековечивались, в подготовке к испытаниям на поступление на государственную службу к императору, в инструкции по выпуску циркуляров и указаний, или, если на то пошло, в практических знаниях, необходимых для содержания в исправном состоянии дорог и каналов. Своими реформами император Ву-Дзи обеспечил такое положение вещей, при котором империей Хань, к моменту ее наивысшего благополучия, управляла имперская бюрократия, а не местное дворянство. Поскольку мандат небес за безупречное управление вручался непосредственно императору, безответственные духи, действующие по поручению небес, тут ни при чем, он и назначал чиновников на должности с учетом уровня их образования и практического опыта. Для обучения будущих чиновников на конфуцианских принципах управления пришлось открыть многочисленные специальные училища. Система военной подготовки тоже подверглась усовершенствованию и с первого века до нашей эры армии императора комплектовались кадровыми солдатами, а не призывниками из селян. Несомненно, стержень империи при этом значительно укрепился. Чиновники при династии Хань приобрели профессиональные навыки в сборе налогов. Поступления в казну при них намного превышали государственные доходы в любой части света на протяжении еще очень долгого времени. К тому же налоги взымали по большому счету в денежном виде, а государству тем самым обеспечивался невиданный контроль над освоением казенного дохода и над его собственными финансами в целом. Идеология, которую император Вуди и его правнук император Сюань Ди 79-49 года до нашей эры внедрили в систему образования и государственных обрядов, по форме представляло собой конфуцианство, приспособленное и перелицованное в соответствии с потребностями политики династии Хань. Ее носители проповедовали примат почитания лично императора, государства с его иерархией старшего поколения и предков. Они учредили обряды, при отправлении которых прославлялись связи между мирозданием, землей и человеческими жизнями. Прежде всего, в государстве утверждался догмат канонических текстов, далеко не все они по смыслу восходили к конфуцианству, которыми устанавливались параметры непосредственно для правил поведения китайской элиты и косвенно для государственного почитания, часто сопровождавшего эти правила до последней китайской династии XX века нашей эры. Классическое китайское пятикнижие включает книгу гимнов и песен Ши Цзин, книгу записанных преданий Шу Цзин и книгу перемен И Цзин. К ним добавились записки о совершенном порядке вещей, правления и обрядов Ли Цзи и комментарии к хронике древнекитайского государства Лу Чун Цзю, предназначенные для обучения чиновников в духе честности и государственной ответственности. Считалось, будто упомянутые комментарии выведены кисточкой самого Конфуция, хотя пройдет еще гораздо больше времени, прежде чем собственные высказывания великого мудреца в виде сочинения Лунь-Юй причислят к официальным канонам с официальным учреждением конфуцианства начинается закат религии, зато религиозные предрассудки оказываются сильнее и император Вуди, который боялся колдовства, довел своего старшего сына до смерти, обвинив его в шарлатанстве. При всей терпимости к местным культам на государственном уровне оставлялся только один центральный культ поклонения предкам императора, а также один канон и комментарий. Вместо религии в империи Хань выдвигалось системное исследование истории, основанное, так сказать, на правильном понимании канона и комментария. Накопление знаний превратилось в государственное предприятие, и эти знания считались основой сформирования ключевого элемента в построении государства, а также формулировании законов и нормативов. Великие историки династии Хань, Сыма Цянь, который в своих исторических записках Ши Цзи проследил непрерывность китайской истории до империи Хань, и Бань Гу, исследовавший достижения династии Хань с первого века нашей эры, с выгодной точки зрения, создали ощущение глубокой истории, в которой Китай представлен в качестве единого государства. На заре династии Хань, к тому же, утвердились новые законы, по которым регулировалось поведение подданных внутри империи. Основной принцип в законах этой династии, как и практически во всем китайском праве, позже видится в ответственности государства за обеспечение нравственного поведения его подданных, через предусмотренные законом поощрения и наказания. Правонарушения четко распределены по категориям. Преступления в пределах одного клана считались более тяжкими, чем против членов других кланов, преступления против пожилых людей более тяжкими, чем против тех, кто моложе, поддержание порядка в государстве зависело от доносов и доносчиков и в нем практиковался интервентский подход к правосудию. Наказания в Китае придумывались самые разнообразные. Начиналось со штрафов и шло дальше по нарастающей через изгнание, каторжные работы и физическое увечье к смертной казни и высшей мере наказания в виде истребления рода, когда убивали всех родственников мужского пола преступника. Обычным видом смертной казни служило обезглавливание, но предатели шпионов и отца убийц наказывали тем, что пилили пополам у бедра. Высшей императорской наградой для простолюдинов считалось дарование имени рода, которого в начале династии рядовым земледельцам носить не полагалось. Тот факт, что всего лишь три фамилии ван ли и джан сегодня носят больше 22% населения Китайской Народной Республики, служат показателем распространения данного вида поощрения. В основе империи Хань лежало то, что могли произвести земледельцы, точно так же, как римляне, пусть даже в самом своем начале, правители династии Хань заложили подлинный культ земледелия, приверженцы которого считали, что увеличение урожаев и повышение плодородия земли было исключительным даром грядущих потомков семьи и самого государства. Единственным, так сказать, цельным человеком, как считали конфуцианцы при династии Хань, представлялся тот, кто возделывал землю и во время масштабных массовых обрядов император представал в образе главного земледельца. При династии Хань положено начало крупным проектам мелиорации земли и ирригации, а также разработаны новые сельскохозяйственные орудия, такие, как широкозахватный железный плуг. Главную роль в радикальном повышении урожайности почв вероятно, сыграли достижения в их удобрении, для которого использовался навоз животных и людей. Органические удобрения в Китае вообще использовали активнее, чем в других странах. В результате отметим значительный рост народонаселения, особенно во времена правления следующей династии или династии Восточная Хань в первом и втором веках нашей эры. В интересах совершенствования сельскохозяйственного производства также приспособили организацию деревенской жизни. Местные старосты отчитывались перед государственными чиновниками по поводу производственных показателей своих общин, даже в тех случаях, когда хозяйственная деятельность велась собственниками мелких участков земли, но следует учесть, что крупные усадьбы в Китае в среднем составляли десятую часть римского надела. Но в условиях сложившейся практики наследования, когда всем сыновьям полагалась часть отцовского надела, получалось так, что крупных наделов существовать просто не могло. Поэтому требовалось сотрудничество кланов в производстве аграрной продукции, распространение получил труд на укрупненных наделах по совместительству и в конечном счете те, кто побогаче, скупали мелкие наделы у их нищих владельцев. Кое-кто из историков видит истоки китайской склонности к широким сложившимся веками отношениям между семьями и индивидуальными работниками в традиции уходящей во времена династии Хань. И при том, что вклад в последующие эпохи оказался возможно не меньшим, чем в период этой династии, не остается сомнений в том, что потребность в объединении усилий, общении с другими семьями, порядок подношений, трапезы и статус установленного человеческого общения имеют непосредственное отношение к невиданному увеличению народа населения, случившемуся в Китае две тысячи лет назад. Увеличение населения и случившееся в результате сокращения размера небольших земельных участков, можно считать одной из причин, почему крупное землевладение и возродившийся сепаратизм, сопровождавший его, получило к концу первого столетия до нашей эры большое распространение. Еще одна причина может состоять в том, что купцы и представители разбогатевших семей, включая ставших весьма состоятельными за счет государственных окладов, начали вкладывать деньги в покупку земли в расчете на уклонение от поборов, выросших с внедрением первыми императорами династии Хань обременительной налоговой системы. Во времена правления императора Юаня, который умер в 33-м году до нашей эры, эти центробежные силы существенно активизировались, а в провинциях и при дворе все громче звучала критика социальной системы империи Хань. С девятого года нашей эры власть Китая узурпировал императорский чиновник по имени Ван Ман. Он основал новую династию, получившую соответственное название династия Синь, новая, но реформы Вана, среди которых числился запрет на продажу земли и национализация торговли некоторыми товарами, скоро ему аукнулись, и в 23-м году нашей эры вернулась династия Хань, теперь уже представленная дальним родственником последнего ее императора. Ключевым императором восстановленной династии Восточная Хань, так она называлась после перемещения ее столицы на восток в Лоян, в историю вошел Гуан-У-Ди, правивший с 25-го по 57-й год нашей эры. После того, как Гуан-У разгромил в бою Ван-Мана и массу других претендентов, он образовал реформированную империю Хань, передав больше полномочий провинциям, но с внедрением новых механизмов, таких как ротация чиновников, чтобы лишить их соблазна бросить вызов центральной власти. Он, к тому же, отменил некоторые наиболее гнетущие законы прежней династии Хань и приступил к проведению политики управления не китайскими группами населения на границах с помощью подкупа и карательных экспедиций, осознававший необходимость сосредоточения усилий на восстановлении равновесия внутри империи, Гуан-У разрешил некоторым группам национальных меньшинств переселиться в приграничные районы, чтобы, с одной стороны, восполнить отток населения, возникший в результате переселения китайцев из-за набегов варваров с севера, и, с другой стороны, поручить им защиту северных границ своей империи. В течение долгого времени эти, так сказать, внутренние варвары прекрасно отстаивали интересы династии Хань, но к концу второго века нашей эры превратились в самостоятельную силу, и их вожди приобрели решающую роль в политике династии Хань. Ближе к закату династии Хань мы видим возвращение проблем, с которыми пытались справиться Ван-Ман и император Гуан-У, прежде всего, как сохранить преданность империи все более влиятельных местных правителей? В этом отношении большую тревогу вызывали не только представители национальных меньшинств. Внутри самого Китая тоже появились военные правители, и часто они приходили к власти в результате стычек военачальников друг с другом за контроль над спорными территориями. Слабые императоры династии Хань оказались неспособными к сдерживанию раздражения и гнева простых людей против несправедливости, которой те подвергались, а ухудшение условий их существования послужило поводом для новых восстаний. Участники эсхатологической секты даосов под названием «желтые повязки», обещавшие перераспределение земли, предание казни военных правителей и войну против иноземных захватчиков чуть было не свергли режим в 184 году нашей эры. Но в конечном счете их отогнали совместными усилиями лояльных династий хань полководцев и местных вождей, которые были напуганы коллективным трансом и магическими обрядами, практикуемыми членами данной секты. Но передышка для династии продлилась недолго. К началу двухсотых годов юного императора долго передавали под опеку от одного военного правителя к другому, а империя тем временем разваливалась на части под ударами гражданской войны. Незадачливому императору династии Сянь позволили отречься от престола в 220 году в пользу сына его главного мучителя, полководца Цао Цао, учредившего династию Вэй, представлявшую правителей одного из трех независимых царств, пришедших на смену империи Хань. При всех их удачах и провалах императоры династии Хань продемонстрировали невиданную до них управленческую хватку. Их власть распространялась практически на всю территорию нынешнего Китая, в том числе на Южную Маньчжурию, а также на некоторые области Северной Кореи и Юго-Восточной Азии. В расцвете сил они правили империей, не уступающей по размеру современной им Римской империи. Они развивали энергичное отношение с Центральной Азией и в огромной степени расширили сеть торговых связей в Южном направлении. При этом они обходились с обеими этими областями весьма умело, располагая тактическим превосходством, обеспеченным их армией с принятием на вооружение нового арбалета. Этот тип оружия изобрели предположительно где-то вскоре после 200-го года до нашей эры. Оно отличалось большей дальностью и точностью поражения, чем луки варваров, которым еще долго пришлось ломать голову над изготовлением необходимого для арбалета бронзового замка. Этот арбалет считается последним крупным достижением китайской военной техники перед тем, как появился порох. На территории Монголии в начале правления династии Хань обитали племена Хунну, из которых вышли легендарные гунны. Циньские правители стремились обезопасить свои приграничные водчины через соединение разрозненных уже имевшихся земляных укреплений в новую великую китайскую стену, совершенствовать защитное свойство которой предстояло грядущим поколениям китайцев. Императоры династии Хань предприняли наступление, изгнали Хунну из пустыни Гоби на север, и затем перехватили контроль над караванными путями Центральной Азии, отправив в первом веке до нашей эры свои войска далеко на запад в Кашгарию. Один китайский военачальник в 97-м году нашей эры совсем близко подошел к Каспийскому морю. Императоры династии Хань даже заставили платить дань народность Кушара, собственные водчины которые простирались по обе стороны на юге они заняли побережье до самого Тонкинского залива, их сюзеренитет признали Ванаме, Вьетнаме, и с тех пор китайские государственные деятели считали Индокитай своей бесспорной сферой влияния. На северо-востоке они проникли на территорию Кореи. Все эти военные достижения тем не менее официально договорами не закреплялись. По попыткам ознакомительных дипломатических встреч с Римом во времена династии Хань можно предположить, что в результате экспансии у Китая появилось намного больше контактов с остальным миром. До 15 века нашей эры общение с дальними странами шло вдоль сухопутных маршрутов и помимо шелковых путей, которые на постоянной основе связывали китайцев с Ближним Востоком, караваны отправлялись на запад с шелком приблизительно с сотого года до нашей эры, власти Китая при династии Хань постепенно развивали более сложный обмен со своими кочевыми соседями. Иногда эти обмены осуществлялись под предлогом отношений данников и господ, выражавшихся в виде взаимных даров, иногда они воплощались в форме монополий, учрежденных семьями купцов. Но вдоль великих караванных путей шла не одна только торговля. Вдоль тех же троп происходил обмен представлениями, верованиями и художественным вдохновением. И по ним с Китаем периода заката династии Хань наладились постоянные контакты с иранским и индийским мирами, осуществлявшиеся через государства, образованные говорящими на персидском языке согдийцами, в обход Самарканда и Бухары и прежде всего через империю кушанов в первом и втором веках нашей эры, простиравшуюся от нынешнего Синьцзянь-Уйгурского автономного района Китайской народной республики до Центральной Индии. Буддизм, ставший одним из главных верований Китая, пришел по путям, проложенным именно кушанами. Контактами с Центральной Азией можно объяснить появление одного из самых удивительных творений китайского классического искусства в виде грандиозной серии бронзовых лошадей, найденных в захоронениях на территории городского округа Увэй, северной провинции Гэнсу, что в 1200 километрах к западу от столицы империи Хань. Мастерам бронзовой скульптуры эпохи Хань принадлежит множеству прекрасных произведений. Они откровенно покончили с китайской традицией, на что не решились гончары той же эпохи, которые продемонстрировали приверженность устоявшимся формам прошлого. Хотя на некотором уровне глиняная посуда эпохи Хань являет образцы воплощения в художественной форме темы повседневной жизни простых китайцев в виде набора крошечных фигурок крестьянских семей и их домашнего скота. В империи династии Хань развелась блистательная культура, нашедшая художественное отображение в просторных роскошных дворцах, к несчастью построенных в основном из дерева, так что со временем они исчезли, как и большая часть коллекций картин на шелке времен династии Хань. Однако литературные произведения, созданные во время этой династии, дают нам наглядное представление о том, как выглядели тогда города. Столица Лоян занимала территорию площадью целых 10 квадратных километров, застроенных вдоль меридиональной оси. В центре столицы располагались два гигантских дворцовых комплекса, соединенных величественным крытым переходом. На протяжении всей эпохи Хань продолжалась стремительная урбанизация, сопровождавшаяся развитием художественного искусства и ремесел высокой квалификации. Китайский вышитый шелк служил предметом восхищения повсюду, куда груженные им караваны могли дойти, и даже при том, что от древесины и ткани теперь уже ничего не осталось, до нас все-таки дошли их внушительные бронзовые скульптуры и необыкновенные похоронные атрибуты, изготовленные из нефрита. Все эти произведения служат свидетельством великих художественных достижений древних китайцев. Практически вся эта культурная столица подверглась разграблению или разрушению в течение четвертого и пятого веков, когда варвары вернулись на китайскую границу. Утратив в конечном счете способность обеспечить неприкосновенность границ Китая своими собственными силами, преемники императоров династии Хань вернулись к политике привлечения для их защиты некоторых племен, напиравших снаружи, в расчете использовать их военную мощь в своих интересах. В результате возникли проблемы отношений между вновь прибывшими варварами и многими теми переселенцами, которые теперь считали себя китайцами. С крахом государства ненастии Хань и в период возникшей затем междоусобной распри соотношение сил между группами в Центральной Азии и китайцами изменилось и в последующие века наблюдалось появление между Европой и Восточной Азией новых политических центров. Для большинства народа, жившего в империи Хань, наступил период печали и отчаяния. Поэт Цао-Джи описал осажденную столицу Восточной Хань так. Я взошел на гору Бэйман, вниз смотрю, смотрю без конца, как он пуст и угрюм, лоян, горсть золы от его дворца, а дома, даже нет следов, лишь бурьян до небес высотой. Примечание Перевод Черкасского Конец примечания Но даже в поражении просматриваются поразительные силы культурного усвоения китайцами нововведений. Постепенно многие варварские народы растворились в китайском обществе, утратив собственную идентичность и превращаясь в еще одну категорию китайцев. Авторитет, которым китайская цивилизация пользовалась среди народов региона, уже достиг высочайшего уровня. Среди переселенцев появилась предрасположенность к тому, чтобы считать Китай центром мира, культурной вершиной, чем-то подобным тому, что германские народы Запада видели в Риме к середине первого тысячелетия нашей эры китайский язык, литература, традиции и государственная организация оказали глубокое влияние на народы Юго-Восточной Азии, Кореи и Японии. Даже глубоко в Центральной Азии правители, никогда не видевшие империи Хань, декретами около пятисотого года нашей эры обязали свои народы придерживаться китайских традиций и носить китайское платье. На китайской культуре сосредоточилось внимание народов всего ее региона, и такое положение вещей сохранялось в период раскола внутри Китая, наступившего вслед за отречением от престола последнего императора династии Хань. Накануне наступления новой эры половина известного тогда населения находилась под властью всего лишь двух государств Рима и Китая эпохи Хань. Но сравнивать эти две империи не представляется возможным. При несомненном практическом отсутствии прямых контактов между ними, эти две империи обладали заметными сходствами. Обеими правили богоподобные императоры, возглавлявшие бюрократические аппараты и воинские соединения обеих были разбросаны мелкими гарнизонами по территориям примерно одинакового размера. Оба императора с правящей верхушкой утверждали, будто управляют всем известным миром и элиты обеих империй могли понимать, что такая заявка на самом деле является заблуждением. Обе империи унаследовали великие традиции, приспособленные под корыстные цели их императоров. Процессы их централизации, образование денежных систем, формулирование административных принципов и обращение с переселенцами извне во многом выглядят сходными. Просуществовав на протяжении очень долгого времени, обе империи одрехлели в силу большого распыления власти. Понятно, что в их судьбе можно отыскать еще и большее отличие. В Китае консолидация централизованной бюрократии представляется намного значительнее, чем в Риме. К тому же стоит отметить важное расхождение в гражданском праве и в принципах местного самоуправления. Прежде всего, однако, бросается в глаза, что степень культурного и языкового проникновения внутри империи была намного больше в ханьском Китае, чем в Риме. Однако, стоит отметить тот факт, что две тысячи лет назад на Дальнем Востоке и далеком Западе Евразии возникли практически одинаковые параллельные миры. Продолжение следует...